Это седьмая часть прохождения, попытки прохождения XCOM Enemy Within на четвертом уровне сложности в режиме Iron Man, то бишь без сейвов, ну с одним сейвом, который автоматически, короче, нельзя ошибаться. И самое главное, с двадцатью одной галкой. Эти галки, они, конечно, столько дров наломали мне, особенно русская рулетка, но мы продолжаем пытаться, сейчас пройдено две-три, три, кажется, миссии, да, тарелку маленькую прошли. Сформировали основной костяк команды из двух тяжей, нашли одного снайпера, есть неплохой штурм, но будем искать дальше второго снайпа. В отличие от прошлого троя, я попытаюсь сделать лабу в девятый день первый месяц, и для того, чтобы получить дополнительных ученых и, соответственно, забустить на 20% скорость исследований, это теоретически мне поможет сделать даже точные лазеры к поезду, ну и, соответственно, к дредноуту. И, судя по деньгам, я вписываюсь и в мастерскую, и в школу офицеров, и в лабу. Лаба особенно важна, потому что это что-то вроде научных исследовательских разработок, что-то вроде таких инвестиций своеобразных, которые, чем раньше ты бустанешь, тем больше профит на дистанции получишь. Вот, команда, да, Виктор Безумный, это Виктор Дизайнер наш, Дмитрий Михайлов, естественно, герой, куда же без него, и штурмовик, а, Сокол Снайпер, и штурмовик Холли. Одна девочка, три мальчика, вроде неплохо. Ну, поехали. Лифт доделался, окей. Ворон там отремонтировался один. Так, лучше земляные работы одни сейчас подожду и сделаю. Справа еще покопаем. Так, вот сделаем. Фрагменты оружия, скоп есть. Новые исследования, это, конечно же, в нашем трое лучевое оружие. 77 дней. Такая дичь. Ну, было 136. Короче, ученые появятся, будет попроще. Запрос, это что за запрос? У нас спутник опять. Да, спутник. Спутник, конечно, идет лесом, учитывая инфляцию. Сообщение от Совета, миссия, которую я, скорее всего, скипну. Тяж, снижение паники. Чиновник. Ну, это Thingman и как раз криптовая миссия, которую я не проходил. Тяж мне не нужен, но сержанты тяж пригодится. Ну, это может быть гуф просто. Может быть, потравим тогда сегодня его. Понимаете, там Thingman с легкими плазмерами. Они плотнее, они точнее, у них лучше оружие, их больше. Это может просто сегодняшнюю трансляцию закончить сразу. Гоу-гоу. Нет, я скипаю. Пацаны, я скипаю. Миссия. Чрезвычайные 200, двое ученых или 5 инжей. 5 инжей, причем высокая. На геополитику, наверное, мы забиваем, в принципе. Потому что тут 5 инжей. Как бы, ну, просто, как бы, пофиг. 10 человек. Награда очень хорошая. Почти топовая в плане инжей. Травить надо, без таких миссий еще тяжелее. Все нормально. Прошлую каточку можно было затащить, если бы я прошлую каточку скипал этом. Что он делает, пулеметчик Ганс говорит. Пулеметчик, ну, посмотри. Мы сделали сейчас только 3 миссии. У нас 3 лемминга. Я сейчас пойду на миссию, где, предположительно, полтора десятка фейменов. Я ее никогда не проходил. Они появляются по скриптам в разных точках. Ну, точно так же, как на проще, который мы троили, там, не знаю, раз 30. И даже при всем при этом, я в последнем, ну, когда снова эту прощу, начал эту стартовую миссию, зная, где кто появится, с достаточно высокой точностью, я там все равно потерял нефанду. И при этом у меня уже были снайперы с общим видом, народу 6 человек. Короче, это, скорее всего, был бы гуф. Ну, то есть, это на пользу в любом случае мне пошло бы, потому что в следующий раз я смог бы эту миссию пройти с большей вероятностью. Но, короче, 5 инжей. Берем сюда штурмовика. Миссия все равно непростая. Два хэвика, снайпер и штурм. Штурму, естественно, даем винтовку с ее точностью... Это не тот штурм, которого я ищу. Мы берем Холли. Она точнее. Брать ли медикит или не брать? В общем, вопрос. Ой, я же цель снайпера еще не сделал. Да, наверное, я возьму кому-то медикит. Сделаем скоуп и медикит. Берем цель и медкомплект. Дорого, конечно, но полезная вещь. Два ученых и такой смех. А вот 5 инжей для модулей очень нужны. Итак, снайпер у нас получает цель в точность 97. И он молодой, он только получил фактически соколик. Он первое звание у него. Выстрел в голову. Штурмовику чисто страховочная тема. Кстати, лучше не штурмовику, а хэвику. Причем хэвику неточному первому. Безумному Вите дадим. Дадим ему медкомплект. Медпакет. Тут Сынгманов не будет. Тут те же самые сектоиды. 4 пака. 3 плюс 3, плюс 2, плюс 2. Никаких ранений. Все... Весь опыт, если есть выбор, идет снайперу. Вторым по опыту идет Дмитрий Михайлов. Потому что он по характеристикам получше Вити. И нам нужно качать тяжа, потому что... Слушайте, а Виктор-то больше он убивал. Ну, ему сложнее будет дальше. Плюс у него медаль есть. Ну, посмотрим там, кому из хэвиков первым ракету пускать. Кто-то будет прокачиваться дальше. Холли просто страхует сейчас. Она не прокачивает. Она просто идет на разведку. Она смотрит. Она... Привлекает на себя внимание. Поехали. Где главный Тащер БСП Тейн? Ну, БСП должен быть пижоном каким-нибудь, саппортом. Как в прошлый раз. А Тейн, если... Ну, я думаю, что второй снайпер будет Тейн, если это будет девочка. Поехали. Куда делать с вчерашней командой с Нифандой? Почему вчерашней? Позавчерашней. Вчера... Короче, посмотри, запись. О, это у нас с заправками. Кажется. То есть, левая крыша, да. Ну, смотрите. План следующий. Карта очень маленькая. Большинство паков находятся... Ну, во-первых, за. Здесь стабильный один пак. Основная часть находится внутри, на первом этаже. Вот туда вот внутрь, если заходить. Есть очень хорошее место, вот, фулл укрытие, фулл укрытие, угол здания. Ну, и тут тоже фулл укрытие. И, конечно же, крыша. Первое, что нужно сделать, это отойти от этих вот входов, которые... Ну, вот, то, что я просматриваю внутри, потому что там может быть... Может появиться сразу пак. Так, поэтому я отхожу. Отхожу. Немножко в сторону, наверное, надо брать. Чтобы даже угла не было. Да, поезд, это, конечно, класс. Просто такой классный трайбл. Сиктоиды, конечно. Ну, кто же еще первый месяц? Дальше. Я, скорее всего, оставлю Холли здесь, потому что она штурмовик. Она, ну, довольно мобильная, в принципе. И нам не нужно ее сильно качать в этой миссии. То есть я на крышу полезу хэвиками и снайпером. Далее мы должны с вами прислушиваться к тому, где находятся враги. Сейчас на следующий ход заберемся, проверим, свободны ли крыши. Сиктоиды, слышу. Откуда? Непонятно откуда. Мелт прям по курсу, но я его не собираю сильно. Так, заходим. На крышу. Вроде чистым. На крыше еще есть фулл укрытие. Правда, они пробиваются за один выстрел, но... Это все-таки фулл укрытие. Мне бы услышать хотя бы направление, где этот пак находится, чтобы сориентироваться. Ну, сейчас, чем ближе, тем... Ну, вот, вроде слева. Да, прямо по курсу. Там он часто бывает. Следующим ходом я подхожу поближе к предполагаемому месту пака. Холли у нас не палит пока никого. Сверху не видно, как бы, все равно. Холли может подойти вот куда-нибудь сюда. То есть, тут точно не будет никаких проблем, потому что вижны не добавятся. Потом, скорее всего, к укрытию, которое не уничтожается, эллиновская. А потом к углу. Да, вот так вот. Тем более, не добегая до угла. Так, тут никого. Так, еще чуть поближе раз. Чтобы у меня была возможность выбирать... Выбирать, как подходить. Скорее всего, я с пулю пак с угла и отойду снова за фулл кавер. Для того, чтобы не было вероятности прострела угла двойным выстрелом двух сектоидов. Ну, понятно, ханкер даун. Полная. Ну, короче, смотрим. Да, есть. Ну, пак из трех сектоидов. Один... Ой, как они хорошо под гренг встали. Две гранаты сыграем. А у меня только одна граната сверху. Так, а штурм докинет гренгу? Да, нет, не докинет он гренгу никак. Ладно, но они достаточно далеко. Явно кто-то бафать будет из вот этих вот двоих. Да, я могу флангануть. Да, но если я промахнусь... А, я не могу флангануть, потому что у меня снайпер не нанесет урона. Хэвики-то попадут. Слушайте, а этот-то вообще 77. Не, давай не будем рисковать. Эти вот 77 процентов, это... Лучше подойдем пацанами поближе, чтобы следующий ход уже обходить. А здесь ханкер-даун все-таки, потому что не хватает мне ходов, чтобы... Не, я мог отступить на самом деле. Да, бафает тот, кто у мусорного бака. Того, кто вот поближе. Этот стоит. Этот подбегает. Стрелять будет? Нет. Он два... Нет, стреляет. Хорошо, что не пробил укрытием. Так, я вижу, стоит двое. Вот сюда, короче, две гренки и будет гг. Один на овервотче, правда. А если гренку подойти пострелять? Я не знаю, какая там вероятность на самом деле. Так, если... Ну, гранаты я закидываю, как бы, да? Одного все равно, скорее всего, убиваю. А штурм с ранганом... А штурм на самом деле может подойти, гренка второй добить. Главное... Овервотч, про овервотч помнить. Ну ок. Давайте тогда сделаем следующим образом. Гренка полетела вниз. Мы укрытие снесем, так что все будет ок. По своим? Нет. Вы что, я по своим не стреляю. Раз. Ну там, мэлт попадается. Сняли хп, у них вроде укрытия нет. Соответственно, подходим к хэвикам. Раз. Никого он не видит. Бывает. Точно отходим. Ну, здесь надо валить. Скажем, вот сюда, вот и в ханкер. Потому что вперед и пробежать не могу. Ну, я могу, но это будет аркада. Снайперами я тоже подходить не буду, потому что страховки нет. Ты мэлт можешь взять с помощью ран-энд-ган. Демазик, ну не си чушь. Во-первых, один товарищ, который стоит здесь, стоит на овервотче. Я не хочу проверять. Даже вообще, ну как, даже на рангане. Короче, не надо так рисковать. Попробую это самое. Надо отступать и в ханкер становиться сюда. Здесь овервотчить. Только надо было... Ну, они не заберутся, там вроде подъема нет с этой стороны. Пошла заливочка. Дальние заливают ближнего. Ближний подходит к... Ой, пак спулин. Как спулин? Ничего он не спулин. Стоп. А этот бафает этого, да? Они отступили. Посмотрим. Ну, в любом случае посмотрим. Давайте посмотрим, кто здесь. Ага, ну они уже перегруппировались. Плюс я не вижу третьего. Ай, господи. Я могу того бафера, на самом деле, увидеть. Давайте проверим, кого мы видим. Видим, хорошо. 86. Убьем будет минус 2. Но, где третий? Так, значит, этот вернулся. Этот отошел сюда, бафнул. А третий, скорее всего, либо здесь, либо здесь. И если я стану, сейчас буду стрелять по этому и не убью. А я того тоже с небольшой вероятностью убиваю. Потому что там и неизвестно, где он стоит. Хочется, конечно, поэтому выстрелить два раза, убить. Я понимаю это желание. Давайте попробуем увидеть второго, скажем, вот здесь вот, за углом. То есть, это достаточно вероятно, что он там. Я его увижу здесь. Вижу, но не его. Значит, он либо стоит прям вплотную к зданию, вот здесь вот. Потому что верхний не просматривает низ. Либо он находится вот тут, вот за машиной. Ой, ты господи. Можно попробовать подвести снайпера вот так вот. Учитывая то, что тот далеко. Хэвиков мы увидим, чтобы не подставлять. А снайпер с пистолета этого добьет. И его сектоид может не увидеть. Ерунда, он его увидит. Ой, риск-риск-риск-риск-риск-риск. Сейфовия подождать ход. Он, кстати, может подняться по трубе. Я вижу трубу, только сейчас увидел трубу. Блин, если он поднимется, то это будет жара. Полуукрытие. И тот может подняться. Не, надо сейчас убивать уже. Надо убивать снайпу. Ставит на овервотч штурмаша. Турмаша. Сто процентов меткость. Снайпер-сокол получает два киллса. Это укладывается в план прокачки его. Ну, здесь ханкер сделать. Перевлечь внимание к себе. Но овервотч не хочу ставить. Он, скорее всего, он... Овервотч не сработает. Он, скорее всего, находится за вот этой вот хренью. Либо ханкерить и делать овервотч вот этим вот товарищем, чтобы он хоть как-то снайпера прикрывал, если отсюда выбежит. Ай. А снайпер у меня запален. Ладно, здесь, кроме овервотча, ничего не придумаю. Вопрос только в этих товарищах. Либо они делают овер, либо они делают ханкер. Либо отступают. Отступают безопасно для себя абсолютно. Минусы в отступлении это то, что они могут подставить снайпера. Ханкер может привести к тому, что сектоид выглянет из-за угла либо этого, либо этого, увидит цель, начнет стрелять. Но из-за полуукрытия 20, ханкер 20 и разницы в левеле, два этажа 20, он попадет с вероятностью 15%, не больше. Минус ханкера в том, что если он побежит к снайперу, эти пацаны ничего не сделают. Пожалуй, вообще, ну да, наверное, ханкер надо делать. Ханкеры надеются, что они привлекут к себе внимание оставшегося сектоид. Сектоид вообще может убежать сейчас. Так, двое выходят. На овервотч от Холли попадает. У нее шанс... Ой, молодец какая! У нее шанс 66% был сейчас на попадание, которого не убили. Есть! Короче, сектоид засел на овервотче где-то. Меня это вполне устраивает, тем более, что у нас появился второй пак. И я сейчас попробую просто из опасной этой зоны... Да что ж ты будешь делать-то, ну? Уйти. Как хэвиками, так и... Правда, меня здесь могут обойти. Наверное, лучше вообще сюда уйти, Холли. Уходим раз. Здесь овервотч. Помним, что снизу может он забраться к нам, поэтому обязательно овервотчи. Это два овервотч. Уже минус 3 из 10, что очень хорошо. А вот здесь, учитывая, что появляется вероятность, хоть и не в этот ход, хотя в этот ход тоже меня обойти, я лучше вот так вот обойду и сделаю ханкер. Чтобы слева прикрывали, и на случай, если он выйдет, откроет дверь, будет стрелять, я его... Ааа, он в углу сидит. Или прям подо мной. Ой-ой-ой. Фух. Что-то не нравится мне это дело все. Шум был отсюда, типа. Он может, да, в углу здесь сидеть на овервотче. И я его увижу только тогда, когда спрыгнул. Я не хочу прыгать, тем более, что я не знаю, где второй находится. Как мне узнать, где находится второй? По-хорошему, надо к углу прибежать, убедиться в том, что этот барсук на меня не идет и отступить назад. Но. Меня в этот ход уже могут обойти. Причем как с двери, так и с фланга отсюда. Можно вообще вот так туитим. Это рывок. Хотя, с другой стороны, это меня вообще никак... Да, давай так сделаем. Сейчас надо... Пока нет информации, лучше... Лучше действовать очень аккуратно. Сначала убить оставшегося одного, который явно меня ищет. Этот щебечет... О, слева уже. За белой машиной. Может подняться решит? Или подо мной, кстати. Сейчас я к уголку машины подхожу. Вижен уже будет какой-то. Что это? Этого ничего не было. Капец. Это может быть третий пак или бегающий сектоид. Скорее всего, это из второй пачки бегающий сектоид. То есть он далеко, да? А тут я только рывком. А тут я подставлюсь. Давай вот сюда вот так дым. Я сильно перестраховываюсь, потому что любая... Любая ошибка может мне стоить солдатам. Солдаты мне нужны. Никакого вижена. Тут полу-ковер уже. Надо возвращаться туда. Я в принципе могу подойти к этому... К краю. Ничего в этом страшного не будет. Он по мне не выстрелит. Может я увижу его? Хренас 2. Так, давай сюда и в ханкер. Опять ты на забор залезешь. Какая тяжелая. Справа шумят. Это в углу или внутри сидит. Не, он в дверь мог зайти. Ну или это третий, четвертый пак там бегает. О, заливка пошла. Они встретили друг друга. Эти два сектоида встретили друг друга. Это очень хорошо. Потому что сейчас я, во-первых, по анимации могу понять, если, конечно, это... И самое главное, они сейчас будут действовать. То есть один из них побежит куда-то ко мне. По любасу. Тут тоже полукрытие, капец. Нет, вы извините, я еще подожду человека, который бафается. Ну. Ну понятно, они... Во-во-во-во. Ага, вижу. Вижу анимация с правой двери. То есть я могу спокойно штурмашом возвращаться сюда. Ну как, сравнительно спокойно. Вот так вот. И вот так вот. Овер-овер-овер-овер. Дальше я им обхожу слева. Что за чертовщина? Давайте, ну. Стоят. На этот раз нет никакого бафа. Ну ладно. Следующий ход сюда. Снова возвращаемся. Тут, скорее всего, никого не будет. Но открытые двери. Дальше обхожу либо к дверному проему, но это нежелательно, потому что дверной проем мне сразу откроет половину гаража. О, они бегут там, я слышу. Они бегут. Машина, укрытие, машина, и я уже в дверном проеме. Что-то есть. Что же вы делаете, гады? Побежишь на них, даже если мы не берем там третий-четвертый пак, который еще не убит. Баф пошел. Давай, где вы там? Можешь напороться на овер-вотч, а то и на парочку. Особенно если бафа нет. Это почти что верняк. Так, подходим так. Ханкер. Овер-овер-овер. Холли, конечно, тяжелее всего. А там старается, одна бегает. Мне нужно их как-то выманить, показав себя издалека в дверном проеме, чтобы один из них, по крайней мере, вышел. Блин, все в полхода я. Даже меньше, как вы видите. И как только он выйдет, я с крыши его попробую снять. То есть я его точно сниму, если он будет один особенным. Этими пацанами можно перегруппироваться сюда. Уже подходить. Потому что, скорее всего, мне придется спрыгивать. Ай, зачем мне Overwatch поставил? Сейчас ошибку могут убить. Но они внутри, да, гаража. Хорошо. Проходим еще. Да еще давай. Подходим снайперам. Виктор безумный, мне нравится его имя. Вот. И в теории, я сейчас, подойдя к двери, открыв ее, смогу увидеть... Там много чего смогу увидеть. Главное, успеть ее... А, там дверь вообще закрыта? Или я просто не вижу, открыта она или нет? Нет, она закрыта. Черт возьми. Сюда не хочу, потому что спулить могу. Не, не торопись, не торопись, не торопись, не торопись, не торопись. Сейчас ход. И на следующий ход открываем. Во, выходит. Видите, смотрите, они там бегают, блин. Они там бегают, блин. Хорошо. Холли выманит. Потом отбежит за этот вагончик. За этот, за автобус. Там фулкауэр сидела. Ну что, агрим? Я не успею спрятаться. Да не успею, успею. Я успею сбежать за этот угол. Открываем, смотрим. Да блин. Капец. Вот они. Где? А, они в центре. Чуть-чуть я их не вижу. Они в центре этой стоянки. Постреляют по мне. Блин, как? Без паники, без паники. Ребят, еще один пак. Овервотч. Кто на Овервотч там перешел? Короче, теперь их четверо. И еще один пак. Ой, теперь их семеро. Блин. И Заря обходит меня. Да я вижу, блин. Капец, они хитрые. Ладно. Осторожничал, осторожничал. В результате спулил два пака и получил ранение. Так, этот раз, два, три, четыре, пять, шесть выходит и уже видит верхних. Стрелять мне уже опасно. В принципе, я этого могу угренка снять, но мне бы еще совместить это с нормальным отступлением, что не получается. Я могу сделать раннган и его снять, скажем, отсюда. Но, если эта скотина вышла отсюда, не факт, что за ним не выйдет второй. И я тогда буду на фланге, и я буду тогда очень не очень. Есть опция просто свалить на... Нет, нет опции свалить наверх. По крайней мере, этот ход мне нужно как-то вот реально сюда и туда. Я не хочу... То есть, гренку я не могу кинуть нормально. Я подставляюсь. Итак, давайте посмотрим еще разок. Где кто? Слушайте, а этот-то, товарищ, это остаток прошлого пака. Здесь же двое, и здесь трое. А этот непрекаянный. Это как раз наш... Тот, кто не убит, был из второго пака. То есть, в теории, сзади меня никого не может выйти. То есть, я могу сюда с раннган бежать и пытаться этого убить. Но! У меня ранение. Метка 69. В принципе, попадания хватит. А, да, гренку я не смогу вязнуть. Окей, этот сможет выйти пострелять. Этот меня не увидит, в принципе. Окей. Раннган. Флангуем его. 84 меткость. Давай. Есть. Так, теперь у нас осталось 6 человек. Чатик умер, кстати, я вижу. А, нет. Восстановлено вроде. Все равно ситуация очень нехорошая. Потому что, во-первых, мы получили ранение. Это отдых в полмесяца человека. Но это еще не все. Главное, что у нас 2 пака плюс 1 живой. Как они будут действовать? Что они могут сделать? Они могут забраться по водосточной трубе сюда. Это первое действие. Отсюда вряд ли кто-то будет забираться. Отсюда, кстати, реально могут полезть. Поэтому, скорее всего, нужно сейчас за фулл кавер сюда вставать. И ждать возможных гостей. Это первое. Второе. Надо посмотреть, сосредоточиться на человеке, который ближе всего. Вот он здесь. Скорее всего, он, зная о Гуфе, будет подходить сюда куда-то. К дверному проему или еще как-то. В общем, он будет... Я до него, если что, добегу сверху, смогу пострелять. Поэтому подходим раз. Подходим 2 фулл кавер. И подходим, пожалуй, вот так вот фулл кавер 3. По-другому они меня не увидят. Этот наверх в один ход забраться не может. Поэтому ждем. Смотрим, кто кого-то накачивает хп. Помним, что справа есть фулл кавер. Их 3, 2, 1. 6 человек. Вот. Баф идет слева за того, кто под полным укрытием. Второй баф пошел. Тоже посмотрим сейчас, кто кого. Тоже, кажется, слева, да. Под того, кто вот здесь вот. И пробегает гад. Внимательно. Этот подошел к двери уже. Может мне флангануть с двух баферов? Мне бы туда рокет засандалить. Минус 4 сразу будет. Так, значит, один здесь. Второй здесь. Третий, четвертый. А где пятый, шестой? Пятый, шестой могли просто подойти и встать на овервотч. Мне нужны данные. Мне нужны данные о том, кто здесь как стоит. Снайпер пытается получить эти данные. Ой, ёпп, РСТ. Видит двоих. Видит одного бафера, который накачивает ближнего. Не видит человека, который тоже накачивает. Он где-то здесь стоит. Этот под полуукрытием. Что по вероятностям? Поэтому понятно, 100%. Потому 100% тоже. Но это снайпер, у меня 97. Но здесь два уровня. В принципе, я могу попробовать... Хэвиком тоже подойти. Посмотреть, увижу ли я с другого угла второго бафера. Этим я убью одного. А этим, например, подойти, посмотреть, скажем... Ну, я вряд ли его увижу, конечно. Но есть вероятность. Поехали. Да, я вижу тех же двоих. У Хэвика 80%. Но я не хочу стрелять. Потому что это будет как минимум один выстрел в следующий ход. Но я подставляю Холли сейчас. Что реально убить двоих просто. Убить двоих. Или Холли продержится ход. Ну, она вообще может бежать налево куда-нибудь. Вряд ли здесь работает овер. Потому что они идут вот к этому дверному проему. Я с очень хорошей вероятностью убиваю сейчас двоих. Но потом подставляюсь как минимум под одного. Пока еще не поздно. Можно Хэвиком как-то встать под Рокет под следующий ход. Я-то сейчас Рокет никак туда не запуляю. То есть я должен стоять с одной стороны на краю. Ну, типа где снайпер. Ой, слушайте, может снайперам уйти. Хэвиком уйти. Этим подойти в Ханкер встать. Под фулл кавером. Хрен попадут. Угол, конечно, острый. Но там из разницы в два уровня не попадут. И тогда в следующий ход я гарантированно кидаю еще ракету. Хорошо, этот может зайти ко мне. Зайти может, выстрелить не успеет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, хотя он может и успеть. Флангануть Хэвиком. Этот фулл кавер ломается. Да, он ломается. Ай, ждать хоть или не ждать. Рисковать или не рисковать. С одной стороны, один выстрел на крышу. Не такая большая цена. Этот точно меня не... Хотя этот может тоже сейчас обходить меня на крышу. В принципе, я могу его гуфнуть. Ну, что, кидаю гренку, холим. Снимаю стенку. Хэвик спрыгивает, убивает. Но это только один. И не факт, там же еще двое где-то тусят. Вот в этих двоих, конечно, больше всего проблем. Я думаю, надо в размен идти сейчас. Пока есть возможность. Пока еще они не сгруппировались правильным образом. Надо мочить пару. Возможно, Холли даже заводить. Куда там, во фланг бафером. Снайпер с пистолетом. А как же ему еще быть, после того, как он сходил? Естественно, он с пистолетом. Я рассчитываю на то, что Хэвики с... У того 80 с точностью. У Дмитрия Михайлова будет еще плюс десятка. То есть 72. Ну, плюс 8, короче, будет. Мы того точно убьем. Этих двух точно убьем. Меня больше беспокоит, что будет дальше. И снайпер-то пофиг, как бы, вон-то чего. Блин, надо было Хэвик ставить вместо снайпера на эту позицию. А какая вероятность, что Хэвик попадет по нему? Поэтому 90... 79. Ну, давайте сделаем так. Снайпера убираем. Хэвика тут доставим. Он до него точно... Его точно увидит. У него будет 88% в точности. Если попадет, он точно его убьет. Ну, если русская релетка не сыграет. Если не убьет, второй Хэвик его добьет. И тогда у меня будет меньше народу на... На крыше. На случай, если меня будет обходить, я снайпера поставлю сюда в фулл кавер. Наверное, это оптимальный для агрессивного... Типа. 100. 91 меткость. Давай, убивай. 91 меткость! И я увидел второго еще снизу, который тоже бафает. Капец. 91 меткость. 91. Поэтому 100, поэтому 79. Надо пытаться убивать 79, к сожалению. Да потому что тут стоит этот человек. А дальний... Или дальнего все-таки. Ну, я точно кого-то сейчас утеряю. Ай, жесть. А если я... Нет, рангана нет. Отсюда я этого никак не увижу. Да вообще никак не увижу. 91 меткость. Ну, ёпы, СТ. Так хочется сейчас в соточку стрельнуть. Но я стрельну в соточку, тогда по мне вот эти вот двое будут стрелять. А если попаду по тому, то по мне будет только один стрелять. Капец. Капец. На дистанции, конечно, соточка важнее. Тогда я точно засейвлю этого. Но хейки будут терпеть. Виктор безумный, скорее всего, умрет. У него ракеты есть. И медкомплект у него. А если ты не попадешь в него, то все трое будут стрелять. Так что лучше соточка, извини. Блин, это подстава. И стопроцентный крит еще. То есть нет шансов. Да, поэтому из-за стопроцентного крита... Ну, потому что если русская рулетка, то я вообще гуф. Минус 2 делает безумный. Безумный получает повышение. Посмертно, так и хочется сказать. Холли понимает, что ее помощь нужна. Она пытается пробежать дальше. Открывает дверь и пытается зайти куда-нибудь там к... Что это такое вообще? Что это за вижен кривой? Уже не хочется никуда бежать, блин. Так, а если сильно оббегать? Сильно оббегать, долго оббегать. Ну, может, это и правильно, потому что здесь все просвечивается. Ладно, Холли и так раненая. Она побежала. С богом, пацаны. Ай, стрелять будет и так. По фулл каверу. По фулл каверу попал. Со штрафом 20. Беги, 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 беги! Убей, убей бафера! Хорош! Так, Витя безумен. Так, ты не попади по Вите. Есть, не видно! Никто больше не стреляет! Нет! Фух! Так, стабилизируем одного. А-а-а! Ой! Какая грязь, но я жив. Нет, еще не... Да, жив... Твой там паника, капец. Паника, капец. И Витя сейчас будет терпеть. Так, Холли, 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 Холли! Холли не успевает еще никуда. Надо, наверное, назад возвращаться, спасать пацанов. Там второй раз сейчас будет стрелять по-безумному. А у него аптечка, только он может стабилизировать. Ладно, Холли возвращается, так как все равно, короче, раз, видит противника. Может быть, привлечет к себе внимание, фулкауэр, все дела. Накачка идет. Ой, как близко там внутри, еще один сейчас подойдет. Этот по Холли будет стрелять. А, не стреляет, не стреляет. Все твои косяки только из-за того, что у тебя ссыкуна косовы в честь меня на базе нет. Пока не назовешь, норм троя не будет. Так, смотрите, здесь сидит... О, я могу его рокетом закрыть. Там продержится еще Дмитрий Михайлов разок, продержится. Короче, это минус два. Добавим шару. Так, сколько получается? Раз, два, три, четыре. Ну, их же шесть, а не пять. Вот этот здесь еще. А я могу сейчас с Соколиком спрыгнуть и добить, если что. Хочу гренку сюда кинуть. А можно с Ранн'Ганом добежать. Но я не знаю, где он там. И не знаю, если... Слушайте, там же второй еще. То есть я убил... А, нет, это последний остался. Там же Шального убил Витя на панике. Так, то есть я могу с Ранн'Ган добежать. Холли в него точно попадет. Вопрос, убьет или нет. Могу кинуть гренку прямо сейчас. Снять стенки. Знаю, что он сюда ушел. А сняв стенку, попробовать добежать сюда снайпером. И его добить. Хрен из два ты. Хотя нет. Сюда, если добежишь, через стекло ты его с пистолета практически 100% убьешь. Да, это хороший план. Давай, поехали. Чтобы он был... Но он не успевал далеко убежать. Снимаем стенку. Стараемся по нему попасть. Он не должен был далеко там уйти. Нет его. Твою налево! Ой-ой-ой-ой-ой. Он же забегал туда. Как он выбежал там? Гадство. Он меня сейчас фланга будет обходить. Холли... Ой, в смысле, Сокол может что-то сделать? Ничего он не может. Он может за фулл кавер и попробовать на овервотч его поймать. Но только с пистолета. Это дичь. Вроде больше никого нет. Я надеюсь, что больше никого нет. Я вижу его. Я встану на овер в надежде на то, что... Вообще, Холли можно отдать. Холли, прости, если ты смотришь. Но... Нет. Надо спасать. Надо овер. Чтобы он не обходил, а стрелял сейчас. Есть! Жива! Так, надо сейчас... Дмитрий Михайлов через один ход истекает кровью. Но я его могу стабилизировать. Но для начала, наверное... Какая у тебя меткость? 54, да? Ну, ран-н-ган. Там точность будет, конечно, печальная. Но... Не, не печальная. Нормальная точность будет. Просто... Как мне лучше поступить? Мне нужно Дмитрия Михайлова стабилизировать. Да, для начала. Чтобы хэвик в следующий ход... Да, состояние стабильное. Мы можем его флангануть. Но тут полуукрытие. И меткость у меня такая, что... Забей. Шанс убить скрита вплотную. Шанс со снайперки попасть. Там процентов 50-60 будет. 57. Ну, или просто сидеть в ханкере. Ждать хэвика. Это более надежный вариант. Я отступлю чуть... Он же стрелял? Да, он стрелял и попал. Ой. Мэби можешь убить через хэвика. В смысле? Ну, как через хэвик? Он этот ход ждет. Да, я, наверное, все-таки подожду еще один ход. Тут ханкер. Тут ханкер. Для минимизации рисков. Подключаем хэвика. Смотрим, что он делает. Это скотина стоит на овервотче. О, он в ханкере сидит. Ну, окей. Как мне его можно обойти? Да как угодно. Вот подходишь к концу крыши, и в следующий ход ты уже у него за спиной. Или можешь подойти вообще сюда. И по нему сверху пострелять. Тоже в следующий ход. Мне этот вариант значительно больше нравится. Подходишь вот так вот. Он тебя не видит. Ты в ханкере тоже. Попасть нам по нему не представляется возможным. Ханкер снова. Смотрим, что он делает. Стоит на овервотч. Это хуже. В принципе, чего я могу добежать так, что он меня не увидит, и Виктор безумный просто его ваншотнет. А, тут крыши нет на пристройке. Мне казалось, что там крыша есть. Да он на крыше. То есть, видите, вот так вот подходит и убивает его. Его же не видно. Вот так вот. 97% меткость. Почти 100%. Русская рулетка! Пора действовать. С критом 57, снайпер. Яс! Пасаколик! Красавчик! Фух, ну попал же, говорит. Витя, ты должен бы сказать, и так сойдет. У нас ранение. Дмитрий Михайлов. Серьезный тяж. Он будет отдыхать месяц. Месяц! Капрал дали Виктору безумному. Ранение 14, ранение 26. Это жуть. Тактическое чутье увеличивает за каждого противника в зоне видимости. Ох, классная штука. На две гранаты. А, увеличенный еще урон от гранат, конечно. Конечно же. Дали медали. Дали трупов. Мастерскую можно теперь построить. Выдаем медаль к защите в укрытии. Соколику. По сути, у нас только два офицера сейчас на ближайший месяц. Обновляем характеристики Виктора, но вряд ли там сильно он апнулся. 36, 72. Ну, вот 40, 72. 40 морали у меня немножко поднялась после предыдущего. Ну, можно взять, конечно, надо взять саппортом. Вот этого неплохого по точностям. И если миссия будет не очень серьезной, то возьмем Лемминга. Одного из двух новых. Надо нам снайперов получать. Конец месяца. Четыре страны выходят благополучным. Ситуация, конечно. Но она стандартная, на самом деле. Лаборатория будет готова через три дня. Это очень хорошо. Если вы не дадите мне... Смотрите, лучевое оружие, 68. Все планы исследовательской лаборатории будут сорваны. Сорваны. Да ты что? Так и хочется сказать. Ладно, мотаем. Паника, паника, да, да, да. Лаба готова. Было 68, но минус три дня, да? 65 должно было быть. Сейчас посмотрим, насколько шесть ученых. По моим прикидкам, почти в два раза. Лучевое оружие, 65 дней. Ничего не поменялось. Где лаборатория? Покажите мне. Лаборатория есть. Ученых не добавилось. Какая-то разводка вообще. У меня было восемь ученых. Должны были плюс шесть. И на 20% скорость разработки. Или они не сразу приходят? Или с следующего месяца, типа? 56 уже. Не, восемь ученых. Кажется, с следующего месяца. Я надеюсь. Сообщение из совета. Плохие новости. Россия ливает. Один инж. Бабла нет. Где ученые? Лаба не дает ученых. А, лаба увеличивает только на 20%. Здравствуйте, я неправильно прочитал. Только 20% бонус. Вы проделали немалую работу. Благодаря вам земля получила короткую передышку. Каждая увеличивает исследование. А, это для постройки требования. Ой, зря я лабу сделал. Ой, зря. Главное, перед началом во время, в начале трансляции, поделился с пацанами мыслями. И хоть бы хны, никто ничего не сказал. Типа нет, Михаил, не дают. Может, наши пацаны возвращаться будут? Дима Михайлов есть. А вот и миссия. Бабло фигня. Штурм фигня. 4 инжа, да. Инжаи пора брать. Правда, сложность миссии максимальная. 12 человек. И это уже будут летуны, сингмены и прочая ересь. Два хэвика есть. Снайпер есть. Ай, Мексика, Египет, Германия. Мексика, Египет, Германия. Мексика. Ох, Аргентина выйдет. Две страны. А тут тоже две страны. Египет, пофиг как раз. Ну да, тогда летим. Летим за инженерами, которые нам нужны. В научный отдел срочно нужно... Срочно, конечно, больше. Сейчас не лучшее время, чтобы экономить не следует. Экономить денег. 27 баксов. Верю я тебе, верю. Да, четыре инжа. Капец. У Вити один скиллсов, мы его будем вытягивать. То есть он будет главным страховщиком. Сокол не получил звания в прошлой игре. Общего вида до сих пор нет. И это очень, очень, очень плохо. Хэвику, естественно, даем гранатой вместо медкомплекта. Тем более гранаты у него теперь бонусные. Саппорту Лоуренту выдаем аптечку. Никаких леммингов в эту миссию, естественно, никто брать не будет. Выжить бы и так. Ой, это же сын Мэна будут. Блин, какая грязь. Приоритеты у нас те же самые. Сокол должен получать максимальное количество киллсов. Первым страховщиком по киллсам должен выступать Виктор Безумный. Ну и благодаря ракетам и гранатам он, я думаю, настреляет и наубивает много народа. Дмитрий Михайлов является вторым страховщиком ракетой, соответственно. Ну а саппорт, судя по всему, будет делать такую разведку, так скажем, саппортной разведки. Ну а кому еще? Кому еще? С богом. Миссия сложная. 12 человек. Это второй месяц. Это жесть. Это просто жесть. Блин, как я ненавижу эту карту. Вы бы знали. Я тут хоронил своих людей. Вот здесь хоронил я снайпера в позапрошлом Трае. Вас понял, рейнджер. Штурм-1, начинайте атаку противника. Не подставляйтесь. Я-то думал, что как бы можно и подставиться, а тут, оказывается, не подставляйтесь. Спасибо, Кэп. Короче, какой у нас план? Мы тихой сапой проходим вот к этим фуловым укрытиям для начала. Надеюсь, что мы не спулим пак вот здесь вот в кафешке или на кухне. Далее проверяем, есть ли пак за углом. Возможно, крыша с этой стороны. Может быть, стоит туда пройти. Там, кажется, вход на крышу есть второй. Блин. Жесть. Ладно, с богом. Обходим максимально, чтобы никого не спулить. Два хэвика, конечно, добавляют стабильности, так скажем. Потому что это АОЕ, это 90% точности, это как бы ок. Проходим дальше. По краешку, по краешку. Боимся не описать словами как. Все килл со снайпером. Фархингтон. Погнали с первой миссии, а то я начало пропустил. Все равно вернемся к любимой первой миссии. Ты ну бас. Подходим. Фул кавер первый. Второй. Сейчас кавер-кавер. Почему-то мне вот эти вот... А, они не нравились, потому что они вижен нормального не дают. То есть человек отсюда не видит нормально там дальше людей. Подойдем к углу. Ох, это у нас летуны. Либо сверху, либо внутри. Как будто сверху. Сверху летуны. Этого мне не хватало только. Капец. Так, хэвика поставим сюда. Здесь переключимся на винтовочку уже. И будем овервочить. Летануэ – это больше хитов, повышенная мобильность, выше точность. Они на крыше. Они, конечно, рокетом ваншотаются. Проверяем, что за углом хэвиком. Никого. Это неплохо. Сейчас. Сейчас. Хочу леммингом. О, вылетает. Невидимые вот эти вот хрени. Это инопланетное устройство предназначено для преследования. Вышли из окна. Стекло разбилось. Похоже, оно оборудовано хитрой системой уклонения. Ой, хитрая система уклонения. Ну что, они уже рядышком. Смотрим, где они. Я не умею вот клетки сделать так, чтобы потом еще солдат не бежал. Поэтому я ручками проверяю, где эти скотины находятся. Они разбили окна. О, вот здесь один. Значит, рядышком и второй должен быть. Второй, 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 второй. О, нет. Второй проверим вокруг. В первую очередь. Ну, до снайпера он никак не добегал. Мне казалось, что он рядом с хэвиком уже. Но его нет. Так, тогда отталкиваемся от того, где этот находится. Здесь есть. В здании, говорит, остался. Вот не факт, не факт. Окно-то разбито. Причем оно разбито. Ну, хотя оно там в одну секцию. Знаете, что можем сделать? Нам все равно гренку кидать. Я думаю, надо выбрать просто направление по гранате правильное. Ну, нет, его рядом. Ну, кинем грену, просветим одного. Добьем одним, а два на овервочем. Такой вот план. Стенки пока не уничтожаю, они мне могут пригодиться. Поехали. Одного проявляем только. Ну, снайпером сейчас будем снимать. Все равно от снайпера толку мало. Учитывая то, что нализать будут в ринже в близком. Так, а с пистолета будет не проще? Не точнее, точнее. 77 нет, разницы нет. Давай из винтовочки все равно тогда. Убей, прошу, сокол. Тебе нужна экспа. Хорошо. Так, и два овервоча получается. Два овервоча. И вот, наверное, поближе я встану, чтобы у пацанов точность была хорошая. С богом. Так, смотрим, где второй. Ну, вообще, второго можно просто замочить со следующего овервоча. Вероятность очень хорошая. Надежнее, конечно, взять и мочкануть второй гренкой, но, если честно, мне гренку уже жалко. А я с овервоча его с хорошей вероятностью, ну, хотя ранее не могу получить. Так, проверяем вокруг в первую очередь. Потому что за это время он мог уже подойти. Ну, нету вокруг никого. Нету. Так. А, вот здесь вот, типа, возле двери. Я понял. Типа, я сюда не могу пройти, поэтому он там стоит. Да, возле двери второй. Окей. Ну, теперь вопрос, соответственно, следующий. Я... Я, наверное, просто обычную гренку в него кину. А не ту, что с бонусом. Потому что, ну, тапа ценнее будет просто и все. А так мы его все равно добьем. Твою налево. Слышали? Три овервоч. Блин, сейчас сожрет меня. Капец. Вот он. Пацаны, мочите. Лоуренд. Еще кто-нибудь. Ребята, нури... Один хит. Ёпрс. Хэвик должен попасть, чтобы все было нормально. Ну! Ну, а где остальные... Красавцы, ё-моё. 73 стреляет снайпер. Мажет. Я увидел. А, хэвик в принципе не видит. Подводим хэвиком. Надо было вместе вставать. Это моя ошибка. Надеваем. Ранение на две единицы. Уже и полечить хочется, конечно. Почему снайпер не пострелял? Тоже непонятно. То есть это... А, ну, видимо, опять же из-за этой штыки. Короче, надо было всех вместе подводить, и все. Я неправильно сделал. Я обшибся. Че, у тебя меткость 57, да? Переводим дыханием. Это только первые двое. Из 12. Из 12 ли. Если здесь 4 пака. Судя по всему, десяточка здесь. То есть 2 пака летунов. И 2 пака вот этих вот. Слышим летунов. Слева на крыше ориентировочную. Там что-то есть. Ну или далеко за зданием. Но с летунами, вы понимаете, на крыше особо неудобно сражаться. Наверное, да? Использовать ли аптеку или нет? Сейчас. Не стоит. Не стоит, потому что есть шанс стабилизировать человека. Лемминга мы потихонечку подходим. Уже начинаем за кавер прятаться. По крайней мере, снайпером. Потому что летуны. Желательно снайперам находиться за кавером. Потому что спулишь, и тебе же нужно выстрел делать. Подходим дальше, увы. Хэвик подходит тоже сюда. Плохая позиция для хэвика. Тут 10, говорят. Ну, видимо, да. Ранения не очень сильные. Отдыхать будем дней 7. То есть, может, даже до следующей миссии успеем. Что делать? Давай, исследовать. Хэвика тоже подводим. А я на эту клетку, в принципе, подойти не могу. То есть, это была чушь. Просто это баг. Что на этой клетке. Похоже, что на крыше. Да. Ох, еще парочка таких же. Виктор Безумный открывает ответный огонь. Лоуренд открывает ответный огонь. Оба мажут. Это забей. Так, прошел, труп тронул. Короче. Блин. Ну да, давайте смотреть. Много тут смотреть. Наверное, надо их выманить сюда. По двум причинам. Во-первых, есть вероятность, что мы спулем пак летунов. Это будет вообще трэш. То есть, надо сейчас перегруппироваться, идти назад. Всеми находиться... О, можно подлечиться сейчас как раз. Пока есть пауза. Плюс на этих клетках значительно проще смотреть, где они там находятся. Снайпера тоже я выведу сюда и поставлю ему пистолетик. За один ход они не подходят. Не должны, по крайней мере. Я надеюсь. Подставлять я буду лемминга. Первый ход они не должны успеть подойти. Повторю, для себя. А вот сейчас они должны быть уже очень-очень-очень близко. Слышите? Трупы вроде не двигаются рядом со мной. Стекло они не били. Ну, как-то-то они прошли. Вот. Один здесь. И второй здесь. Ну, это точно Гренка. Виктор безумно кидает гранату. Аккуратно по своим не попади, Витя. Поехали. Да, езжешь. Скилуха поперла. Ну, и все. Остальными добиваем. В первую очередь снайперам. Потому что киллз нужен. Это раз. А дальше два выстрела у нас есть. Ну, саппортом Лоурентом, скорее всего. Хотя нам нужно хэвика больше качать. Второго. Димку Михайлова. Семьдесят семь. Хороший. Так, это четыре. Димку Михайлова. Ороч. Сейчас перезарядимся. Прислушаемся. Опа. Что-то как-то... Опа. И... What? Лоурент ведет ответный огонь. Попадает. Это капец. Ребята, у меня гранаты кончились уже. А так не хочется роки-то тратить. На самом деле эти товарищи менее опасны, чем летуны. Поэтому в каком-то смысле мне повезло. Тебе такую халявную миссию дали. Значит, роки-то можно один юзать. Я отступаю раз. Перезаряжаюсь заодно. Отступаю два. Отступаю три. Отступаю четыре. Но они будут где-то в том же самом районе. Накроем рокетом, будет все ок. Качаем в первую очередь безумного. Летуны все-таки есть. Один пак летунов есть. Но под него ракета будет. Не вижу я, чтобы там что-то опять... Так, теоретически они появились... А где они там появились-то? Господи, они, кажется, вот здесь тоже появились. То есть они должны тоже быть в районе... Опять это клетка чертова. В упор к тебе. А, вон! Как они долетели-то, я не пойму. Так, ну Витя стреляет из РПГ. Ой, как я боюсь стрелять из РПГ. Еще раз, две клетки какие? Раз и два. То есть раз и два. Ой, Витя, не промахнись. Ой, не промахнись. А может сначала отойдем? От Вити-то подальше. В его безумстве лучше... Он может промахнуться в рамках угла. То есть он не может... Короче, да, вот так вот отойдем раз. Снайпером в первую очередь отойдем тоже два. Хэвика я бы оставил на случай, если Витя промахнется рокетом, и это будет трындец. Ну да. Эта клетка и эта клетка. Открываем. Безумный получает повышение. Этим все сказано. Я думаю, надо сейчас аптечку уязать. На следующий ход. Потому что понятно, что... Слышите, летуны? Ну вот, собственно, они, кажется, и остались. Изи, говорит, Фибоначчи в чатике. Ну да. Снайперу киллсы не дали. Ладно, чуть подходим. Чуть подходим. Чуть подходим. А летуны были у нас сверху, да? Шумели характерно. Они на крыше, скорее всего. Вот они шумят. Сейчас мы... Да, ну, видите, нам второй ярус показывают. А вот и они. Три летуна. Три овервотча. Безумный Михайлов и Сокол. Все мажут. Не разлетаемся, пацаны. Не разлетаемся. Это под рокет. Это под рокет. Ну все, гг. Будем снайпером выпендриваться. Да не выпендриваться, а получать киллсы. Давай тогда подбежим. Вот так вот. Фланганем, например, вот этого товарища. 74 раз. Блин. Так, давай сначала рокет проверим. А вдруг... Не, рокет накрывает. Все хорошо, не переживай. Снайпер сможет? Не сможет. Блин, ну как ты не видишь-то ни хрена? Ну, ладно, мы можем хэвиком подойти. Стрельнуть, да. Я хочу снайперу киллс. Понятно. Он либо попадет... Ну, он убьет, если попадет. Да, безумному же экспо нужно. Понятно. Ну, а соколу остается не удел, к сожалению. Он ничего не сделает. Главное, не промахнись рокетом. Вот это, кстати, важный момент. Нет, не туда! Я попал. Я попал. Какого хрена я обходил? А мне негде было здесь все равно прятаться. Это ггшечка. Капец. 90%. Сегодня мазал 91, мажет 90. Это гг. Сейчас я теряю двух товарищей. Я могу, конечно, сделать овервотч. Да, не нужен овервотч. Ты подойди и сделай овервотч. Да, теперь ты видишь, конечно. Блин, капец. 97. Ну да. Ребят, я знаю, что я прошу о многом. Отступите просто. Не стреляйте. О, хорошо! Это минус один выстрел. Это телепорт. Он не будет действовать после этого. Ты беги. Просто беги. Да, будет стрелять. По леймингу стреляй. По леймингу. Нет. О, не попал! У него 85%. Он тоже не попал. Поздравляю тебя. Ты такой же неудачник, как и я. Ой, как, 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 как. Так, но и это еще не все. Потому что у нас нет патронов, нет гранат. Ни черта нет. Надо фланговать, наверное. Надо этого убивать хэвиком. Что скажет снайпер по верху. 60. Фигня 77. По верхнему, скорее всего, надо снайперам делать по любасам. Так. Ты можешь кинуть дым. Ты вообще ничего не можешь сделать. Но можешь обойти, перезарядиться. То есть как я действую там? Я этим обхожусь с фланга. Убиваю. 100%. Снайпером стреляю по верхнему. Ну, снайпер не убьет верхнего. А тут надо либо помогать. Но помогать 54 это чушь. Не, есть опция на самом деле, знаете, какая? Нет опции вообще. Ну, серьезно. Нет опции. Меня в любом случае флангуют. Поэтому надо их просто пытаться убивать. Как можно быстрее. Ладно. Дмитрий Михайлов стреляет. Скорее всего, убьет. Ну, 100% плюс Крит. До свидания. Повышение Дмитрий Михайлов зарабатывает. А вот безумный, безумный стрелять не может. Снайпер может. 77 плюс Крит. Ну, давай 77. Я прошу тебя. 77. Но это почти 100%. Убей. Я снялся. Да, да, да. Все задачи выполнены. Ой, ой, ой. Какая все-таки классная игра, а? 91 мажешь. 90 мажешь. И тут 85 противник тоже мажет. Школу офицеров можно построить. Два звания. Капрау, Дмитрий Михайлов. Безумный сержант. Полмесяца дыхать будет. Шредерд Рокет или, кстати, разгрузку гранат будет вообще миллион. Шредерд нужен. Но учитывая то, что у него гренки еще икс-2. Это будет 3 или 4 граната? Скажите, пожалуйста. У меня просто гранаты с повышенным уроном. Их и так 2. Получается 4 должно быть по логике. Если 4, я заменю Шредерд Рокет на 4 гренки. Просто не знаю, как механика работает. 3 будет. 3 не очень. Хотя гранаты пришельцев. Так 2 Рокетом. Да, давайте лучше 3 усиленные гренки. Дмитрий Михайлов. Хэвик. Хэвик спринтер или хэвик. Вести ответный, когда противник движется или стреляет. У него меткость неплохая, но она расти не будет. Мне кажется, хэвик спринтер полезнее будет. Уже он помогал нам. Тем более, Дмитрий Михайлов был спринтером в прошлый раз. Помните, на барже. Ранение, к сожалению, у хэвика. 4 мжа дали. А надо сейчас школа офицеров. А у меня нет денег на школу офицеров. Потому что я молодец. Построил, блин. Хотя школа офицеров фигню вроде стоит. 250, конечно. Зачем я лабу сделал? Капец. Мне нужна сейчас иная ложка, ребят. Разумеется, при условии, что технологии пришельцев не попадут в дурные руки. В казарме что по бойцам? Да, да. Нет. Возможно, возможно. Но сейчас идеально зайдет маленькая наложка. Маленькая такая. Для прокачки новых леммингов. И для бабла. 11 апреля. Дайте ей наложку. Она должна была появиться. Я просто все рассчитал. О, она сидит еще. Это много денег. Так. Сидит маленькая наложка. Это очень много денег. Это такая же защита, но очень много денег. Сокола качаем. Да. И берем двух леммингов. У меня как раз два лемминга, которые на-на. Мэйр и Кабайши. 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 Там куча летунов. Три полных пака, говорят. Потому что не самая удачная идея. Брать двух леммингов. Так он же очень маленький. А, он не сбитый, очень маленький. То есть, да. Там не 2 плюс 2 плюс 1. Давайте возьмем хотя бы одного нормального. Кстати, нормальный это... Это Холли, которая отдыхает. А у Рукса что? 75. Тоже неплохо. Ну, 54, 7... Нет, штурмовик нет. Я лучше саппорта возьму, извините. Саппорта с медикитом. Ой, общего вида нет. Стоп. А у меня же лемминг-то лучше был. Лучше 41.70. Блин, без второго тяжа будет тяжко. Кабьяши. Кабьяши. Окей, Кабьяши. Этому один килл. Соколу все киллы, если получится. Ну, не получится, конечно же. Михайлов страхует. Лорен страхует. Да, второй снайп, там, у него базовая точность была 65. Сейчас он стал снайпером, у него 69. То есть, это человек, который просто после первой же миссии отправился на скамейку запасных. Ничего не умеет. От Сир-2 паков зависит. Ну, да. Если так же повезет, как сейчас. Типа, вот эти вот сикеры, или как их называют. А у меня гранат мало. Ну, то есть, хэвика с гранатами нет. Ой, сразу тарелка. Капец. Разрешаю высадку. Подходите к объекту осторожно. Так, здесь угол. Здесь фулл кавер. Ой, это вообще очень маленькая карта, кажется. Она большая, но тарелка сразу же у нас. Укрытий нормальных снизу нет. Но мне идти-то к тарелке не рекомендуется, пока я паки не собрал. Поэтому, скорее всего, я буду сейчас по углам сжаться. Лемминг идет на разведку первым. По краешку. Хэвика сюда подводим. Лемминг. Снайпера лучше тоже увезти на этот ход. Не хочу, чтобы слева из тарелки кто-то спулился. Окупируем деревья для начала. Летоны. Ты оставил Хэвика с горянами дома? Ну у нее ранение же было же написано. Слушаем то, где. А, нет. Сектоид, Летун и Фингмен, насколько я понял. Или этот щупаль. Я вот Фингменов до сих пор... Кажется, Фингмен это пронзительный такой писк. Сектоиды тоже хорошо, что пак сектоидов есть. Или направление хотя бы сейчас услышать. А, из тарелки, спасибо. Летоны, значит, в тарелке, да? Ладно, что. Тогда сюда. Ну, выходите на Overwatch. Сектоиды. Прямо, справа тарелка сектоиды. Это уже хорошо. Да. Ну, значит, будем пулить сектоидов. Мэйером. Вот и они. Пак из трех сектоидов. Полукрытие, полукрытие, полукрытие. Я предлагаю выводить на три Overwatch'а их. И сейчас, чтобы не рисковать, задымлю, потому что у меня ханкера не будет. Потому что обходить я слева не могу, потому что здесь дырка в тарелке, я с пулю этого... Ну, короче, нельзя вообще никак. Здесь не исследовано. Нужно им давать бой здесь, вот прямо вот в этой местности. То есть, два Overwatch'а, хэвик, снайп. Этот возвращается на... Да можно, конечно, было, типа, пытаться докинуть гранату. Тогда бы я убрал. Но это полукрытие у меня нет. Это неправильно. К сожалению, закрыть саппортом себя я не смогу. Это ошибка. Может, достанешь? Не достанешь. Такого не бывает. Увы, сапп может пострадать. Но он прикрывает трех человек, в том числе два овера. Поэтому работаем. Овер, овер. Это шанс Дмитрия Михайлова весьма точным и, самое главное, Соколы. Должны проходить вперед. У них нормальных укрытий тоже особо нет. Этот бежит. У этого фулл, но он без бафа. Стреляет по... Ёппарь СТ. Следующим выстрелом снимет кавер. Лиатунов слышу. Этот подходит. Ну, овервочи, ну где? Ни один не за овервочил. Только не по саппу. Твою налево. Хэвик попал. Класс. Где был овервоч? Сокола непонятно. Но он... Точно стреляет по баферу. 77-55 крит. Это раз. У меня уже ранение. Русская рулетка. Один хит снимаем. В следующий раз он обходит хэвика, флангует его. 34-54. Видишь дальнего. И тут гренку можно кинуть, типа. Скорее, страховка. Я понимаю, что тут острый угол, но я все равно под хорошим кавером стоял. Ладно, будем проверять монетку. Я же не могу отступать. Попал на 3. Ну, гренка, если что, добьем. Окей. Вопрос только, что будет делать хэвик. Это флипкоин тоже 50-50. Плюс он еще раненый, он битый. Я бы его увел из-под... Ну, вот сюда бы я его увел. Он тут никого не увидит. А, нет, видит. Ну, тогда попробуй. 47% вдруг. Конечно, вдруг. Тут нельзя испытывать судьбу. Кидаю гранату. Тем более, это лемминг, который должен получать киллз. Убиваем. Станция все равно хреновая. Во-первых, ранение минорное. Во-вторых, это первый пак. И в-третьих, сейчас будет накачка. И действовать будет вот это вот гад. А действовать он будет по... Ну, 1 к 3 попаданиям. Ой, еще пак летунов. Капец. Ну, они шумели там, да. Ёппер СТ. Кавера нет. Сбили кавер. Беги, беги. Не стреляй. Беги, не стреляй. Во-о-о. Так. Главный Рокет. Он не долетит, скорее всего. Долетает до 2. 2 это неплохо. Может быть, даже стоит сразу же это делать. Потому что... Потому что ситуация аховая, если честно. Надо Рокетом Дмитрием Михайловым кидать. Стрелять. Капец, какая жесть. Попади только, прошу, 90%. Прошу тебя. Есть. Минус 2 летуна сразу. Он... Дмитрий Михайлов мне нужен как тренировка, ну, в школе офицеров. Снайпер без укрытия вообще. Тут видим двоих. 50, который бафает. И летун, которого мы никак не убьем. Здесь никого не видим. Укрытий нормальных нет. Нет нормальных укрытий. Можно, правда, рискнуть, как говорится, здоровьем. Подбежать вот так вот. Чтобы освободить место снайперу, чтобы он кавер нашел и из пистолета пострелял. Но выстрелы из пистолета снайпера помогут разве что добить, если я буду стрелять по тому. Кто опаснее? Один летун или два сектоида? При прочих равных условиях. Вероятности абсолютно одинаковые. Стрелять я могу двумя и по тому, и по другому. Обойти не может ни тот, ни другой. Не подбегай, дерево снесут и убьет. А какие вообще опции? Здесь конец карты. Укрытий в принципе нет. Даже если я убегу вот в этот угол, летун сделает один ход и меня без фанга убьет. Что значит не подбегай? Был бы выбор. Летун или два сектоида? Летун или два сектоида? Посмотрим по снайперу. Он видит тоже двоих. Но у него вероятность конечно будет повыше, но он сам-то ничего не убьет. 77. 77. То есть если попадает штурм, если не русская рулетка конечно, то мы убиваем. Есть еще сап, который чисто в теории может подойти вот так вот, если мы... Надо будет добить лету на... Ха-ха, да-да-да. Что у сапа? Точность 74. Какая будет точность в результате? Он типа как под полуукрытием. Будет 50 на 50. 54% будет так же. Но он может стрелять только по летуну. И все вышесказанно, надо убивать летуна, потому что чисто в теории я могу подключиться и еще его добить. Ну, что ж. Лейминг, это твой звездный час. 50% ты можешь. Не может. Я видел. Ну, а сейчас я предлагаю вообще ханкер-даун делать. Лейминга подставлять к чертовой матери. И... Ну, потому что я снайпером не убью. Стрелять смысла нет. Из пистолета. Точность у него не снизится. Можно сюда этим подойти. И че ты подойдешь. На следующий ход будешь подходить. Ханкер-ханкер и молиться, что Лейминга не убьют. Или этого на овер поставить. Какой овер ты вообще по нему не попадешь? Не, ханкер-ханкер. Лейминга подставлять. Да-да-да. Ханкер. Ханкер. Удачи. Удачи тебе. А ты мог попасть. У него очень хорошая точность. И десятка бонус, и пушка еще. Что значит заступает? Он пропустил ход? Так, заливаете кто это? Что это такое? Да ладно. Летун спасовал. Ну, этот будет стрелять. 35, конечно. 35 процентов. Больше. 40. Мило. А есть ли у тебя гренка? Скажи мне, друг. Во-первых, снайпер работает. Работать, я думаю, он будет по летуну, потому что 77. Безусловно. Раз. Давай. Блин. Ай, как я вас люблю, блин, а. Как я вас люблю. Ну, некуда подходить мне. Ну, некуда. Вправо не хочу, там третий пак. Тебя хреново, да. Тебя в следующий ход будут обходить. Тебя сектоид с фланга будет обходить. Если мы не поставим на овер этого. Ну, меня летун беспокоит. Я летуна никак не могу убить. Ладно, хэвик, допустим. А хэвик, кстати, с гренкой-то может подлететь. Поближе как-то. Да, и спулит еще один пак. Сюда тебя флангуют. Летун вообще сверху подлететь может. Какие у нас варианты. Сокол мажет. Подставляет меня. Я могу поставить этого товарища на овер. А смысл? Сектой все равно будет стрелять. В том числе и по снайперу. И летун тоже будет стрелять. В том числе и по снайперу. Смысла в оверочи нет. Так же, как особый смысл стрелять по этим барсукам нет. Найти более выгодную позицию в этот ход. Маловероятно. Но я хочу им двигаться просто для того, чтобы хэвику уступить место. А то он совсем бесхозный. Его можно поставить на овервотч, но учитывая ранение. Меткость 67, это будет меньше 50% к точности. И его гранат в конце концов не решает. Ты не учитываешь. Если ниже ставить, они не увидят. Кого ниже ставить? Тут нет с моей стороны зон, где меня не видно. То есть снайпер... Ну, то есть тут нет выступов таких. Дальше есть. Как бы, если бы я обежал далеко, то ок. Отступив всеми, конец карты. Вот, алло. Леммингом не хочется отступать, потому что я снайпера подставлю. Что же делать? Ну, Лемминга желательно освободить от фланга. Возможно, сюда под ханкер. Или сюда под ханкер. Его все равно не обойдет летун. Рядом с тарелкой есть фулл кавер из камни, но страшно спулю. Это не фулл кавер. А, фулл кавер. Ну, тогда не страшно. Нет, здесь страшно фланг. То есть я не... Тут я не спулю. Ну, скорее всего, не спулю, потому что звук был из тарелки только летунов. Но в этом есть резон, просто потому что я могу их заставить переместиться с этой позиции. Я их обхожу с фланга. И ты прав. Ты прав. Сюда Лемминга надо. Да, ты прав. Так, теперь, чисто в теории, хэвика можно подвести. Подводить его некуда. А ты не попадешь. Ну, даже если попадешь, то не убьешь. От хэвика мне нужна гренка. Можно подойти хэвиком сюда, в ханкер. Потому что все равно поэтому будет стрелять с такой же вероятностью. Или сюда, в ханкер. Чтобы сделать хэвика более привлекательной целью. Да, пожалуй, так и сделаю. Ну, чтобы он на следующий ход гренке помог. Хэвик там бесхозный. Точность у него хреновая. На Overwatch вряд ли кто-то сейчас пойдет. Они будут, скорее всего, стрелять по снайперу. Снайпер в фулкаверу. Либо по Леммингу. Это будет идеальный вариант. Если я подведу хэвика, то, во-первых, добавлю еще одну цель. У которой... Которая битая. У которой эта. Ну, и признаться честно, сокол мне важнее, чем Дмитрий Михайлов. Потому что у меня есть запас по хэвикам. Но нет запаса по снайперам. И остался один только вопрос. Не закрытым. Что делать с саппортом? С этой позиции он особо ничего не делает. Вправо не хочется уходить. Ввиду вероятности пула третьего пака. И... Можно встать на овер. На самом деле. Просто, чтобы какие-то действия с того же самого летуна... Да, давай так сделаем. Уходит бафер. Но недалеко. Мы его видим. Значит, он нас видит. Он бафает этого сектоида, который впереди. Я хочу, чтобы летун куда-нибудь стелепортировался. Просто, чтобы он не стрелял сейчас. Есть, он уходит. Шикарно. Мы убили двух его друзей. Он ушел. Остался сектоид. Он стреляет по леймингу. Не попади еще. Будет вообще идеально. Идеальный вариант. То есть, он выбрал цель с наименьшим приоритетом. Ну, то есть, лучшую цель вообще в игре. Единственная проблема, что я сейчас не очень хорошо дохожу до... Я могу Грянкой, в принципе, подэмиджить. И снайпером попробовать пострелять. Я этим могу пострелять. Я всеми могу пострелять при желании. Этим вообще его флангануть могу. И летун ничего не сделает. Правда, тот может с фланга пройти. А я могу потому достать, в принципе. Но он за фулл кавером. Не, лучше, наверное, леймингам не подходить. Пробуем прострелить его с критом, скорее всего, да? Мне же Грянка не поможет. Грянка может помочь. Тут вот эти вот штуки могут убраться. Хотя это вроде камни, они не убираются. Ну, хэвика можно подвести. Нет, нельзя подвести. Его фланговать будут в следующий ход. Что делать? Так, давай сделаем следующим образом. Сначала пробуем снайпером попасть. И если он снимает, тогда я не дам килл снайперу Грянкой-то. У тебя сколько вероятность 63? Хочется флангануть. Хочется флангой. Сектоид может вообще убежать. Тем более, не факт, что он тебя бежит. Давай вот так вот просто, да? Просто вот так вот. Или поближе. Там летун может вернуться. Короче, идем вот так вот флангуем этого гада. Сотраем по нему 70%. А, ну теперь я им умираю. Что я это сделал вообще? Теперь я должен подбегать. Ну, то есть я должен в любом случае подходить хэвиком, кидать Грянку и пытаться убить этого товарища. Докидываю Грянку раз. Что-то я не подумал о том, что я не факт, что его убью. Я уже думал, что... Да, фулл кавер не снялся. Этого стоило ожидать. Меткость 57. Давай с критом 57. Положительная вероятность. Соколик, давай, спаси нас всех. Соколик не спас. И это будет минус Лемминг, скорее всего. Я могу подойти вот сюда, попробовать еще саппортом, но саппорт... Хоть и точно, но не настолько. Один к трем. Попал. Фух. Так, остался Летун и Сиктоид. Этот может паниковать, убегать. Главное, чтобы он не побежал вперед и Лемминга не убил. Да, он уходит. Но помним, что есть Летун, который может вернуться. А вот... О, сикеры. Пак. Хорошо, ну это последний, третий пак. Ну и плюс еще защитник внутри. Сейчас мы группируемся всеми. Рокета нет, гранаты нет. Соответственно, вообще валим всеми отсюда. Всеми валим как можно дальше. С Overwatch или без Overwatch? Где безопаснее? Безопаснее в самом низу вообще. Там точно никого нет, там укрытие. И это на максимальном отдалении от Сиктоида и Летуна. Кайте до конца края, без овера, только не с пули сикеры. What? Какой сикер? Я уже с пулил сикеры. Перезарядиться может? Да у всех вроде все есть. То есть только снайпера там патронов нет. Но... Он же из пистолета все равно стрелять будет. Аутсайдера. Как я его с пулей, если он вообще вот здесь, а здесь стенка. То есть я ухожу вниз, и вообще никаким макаром я его не пулю. Короче, мы валим. И скорее всего первый будет на рывок, что не успеют подойти им. Снайпера я не хочу отводить дальше. Хотя он на овере может больше урона нанести. Не-не-не, лучше... Лучше всеми рядышком. Вдруг к снайперу добегут. Но мы же это увидели бы тогда, если они к снайперам добегут. Так, больше урона нанесу. Ладно, хорошо, давай. Там литун еще. Я максимально от литуна и сектоида пытаюсь сейчас отступить. Они убегали и так от меня. Я хочу сейчас... Так, ну я не вижу вообще, где они находятся пока еще. Поэтому рискну предположить, что эти вот полхода у меня есть. Более того, я даже дальше отступлю. Плю. Или перезаряжусь. Перезаряжусь. По крайней мере, этим. Овервочек хреновый будет. Ждем. Еще пять человек тут. Они должны подлетать. Ничего не вижу, ничего не слышу. Но они летят. Оба. Сейчас кота покажут. Мяу. Так, внимание, кот. Внимание на ваши голубые экраны. Сейчас я сам посмотрю. Сейчас увеличу еще. Подожди. Изменит сцены. Так, давай. Клопу убери. Бесса. Видно кота. Ну как его видно? Глаза видно. Кот черный. Все, убирай. Так. Значит, пытаемся понять, где они для начала, да? А, вот они передо мной стоят уже. Здесь первый, здесь второй. У снайпера будет штраф. Есть аптечка. Есть аптечка. Я могу, на самом деле, снайперам же еще отступить. Вот сюда вот, скажем. Не, ему лучше не за укрытием. Да, снайпера сюда уведу и овервотч. Чтоб урона было побольше. Бежу. Ну, а в этими стою поплотнее. Особенно хэвиком. Ну, или тоже чуть-чуть сдвинусь. Чтобы... Может, один не успеет. Да, лучше еще за укрытие спрятаться. На случай, если сектоиды с этими придут. Короче, так. Подставим. Кого подставим? Только не хэвиком. Хэвик идет вот сюда вот. И вот так вот хэвик идет. С богом, пацаны. Главное, чтобы сейчас снайперы не окучили. Ой. Я же не мог на овервотче стоять. Капец. После хода зачем? Ну, молимся. Вот они. Рядом с... Короче, три овервотчем. И не убили. Один хит остался. Второй где? Ну, я беру киллс. В этом есть, конечно, плюс. А второй где? Второй там же, рядышком. Давай, соколик. Убивает. Сокол повышение получает. Общий вид. Овер. Овер. Конечно же, овер. Надо было поменять местами. Ой, приходит летун. Нет. И сейчас сикер еще. Так, саппорта теряем. Фулл каверов... Фулл кавер только один. Нет, два фулл кавера. Патронов нет. Снайпера будут бить. Отступать нельзя. Второго сикера я не вижу. Капец. Надо отводить и на два овера ставить. Или даже на один овер перезарядком. Или два овера. Да не попадешь, ты лучше перезарядка. Сейчас главное, чтобы снайпера не убил. Ушел. Литон. Сикер проявился. Капец. Жрет лемминга. Так, хэвиком пытаемся его убить 75%, но крит 100%. Есть, убиваем. Молодец. Спасли лемминга. Снайпер. Блин. Сейчас летун вернется. Фулл каверов нет. Этот скоро умрет. Паника будет минус. Скорее всего, будет лемминга убивать, поэтому я снайперам подойду. Вот так вот и перезаряжусь. Там еще сектоид. Еще этот. Охранник. Начинаю наблюдение. Я знаю, овервотч поскорее просто попугать кого-то. Литон ушел. Ну, овервотчем. Перезарядка нужна. Ждем ли туда. Сектоид еще бежит. Сектоид. Слева. Так, никто не спаниковал. Я подхожу леммингом сюда. Хантер. Овер, овер. О, вылетает. Выходит, это сектоид вышел. Сектоид, овервотч. Соколик, соколик. Ответ на огонь не снайперки. Прошу тебя. Но это второй ход. Он не должен стрелять. Давай. Опять. У тебя точно сейчас под 70 на овервотч. Господи, главное, чтобы Литон сейчас не пришел. Дима Михайла стреляет, но он вообще не попадает. Он попадает. На единицу, правда. Вроде сектоид долго бежал. У него не должно быть ходов. Нет. Есть. Так, я его могу флангануть леммингом, но лемминг битый. Он под фулл кавером. Соколик его вряд ли снимет. Я предлагаю соколам хотя бы под полуукрытие пройти. Продвигаюсь на позицию. Тут надо будет фланговать. Надо будет пытаться его убивать. Попробуй сначала хэвиком. Ну, 27, типа, ему экспо нужно. Нет, им вообще нужно будет, если что, вообще валить. Если он не удастся убить. Поэтому мы просто попытаемся флангануть его. Главное, сейчас Литона не спулит. У меня выбора особо нет. Принято. What? What? Нифиговый фланг. Я отступаю. Не буду стрелять. Это не фланг был. Поехали. Видимо, из-за того, что... Блин, чё ж делать с Дмитрием Михайловым? Туда бежать на полную. Так, давай наполовинку. Блин. Грязь какая, а. Ну, Литун вроде слева был. Дмитрий Михайлов просто отступает. Не спулил, хорошо. Здесь ханкер, естественно. И молимся, что он сейчас не убьет снайпера. Он отступает. Два раза. Дмитрием Михайловым надо возвращаться. Тут овервотч на винтовочке. Возможно, двойно... Нет, тут надо на ханкере сидеть. Блин, какая жесть, а. Ещё Литун где-то летает. Чем, правда, Дмитрий Михайлов может помочь? Я вот не знаю. Ладно, он вернётся на место. Ой, как ты бежишь криво. Потому что он всё равно не успеет подойти так, чтобы выстрелить. Здесь, не знаю, овервотч и овервотч. Понимаешь, что он 35%, но надежда на то, что он отключётся на первый овервотч. И до снайпера не добежит. Лемминг ведёт ответный огонь. Попадает на двушечку. Сейчас сокол. Просто вот всё для тебя. Давай, всё для тебя. Овервотч через четыре клетки. Не срабатывает. Не стреляет. Не отступают, видишь. 35% не попадает. Хорошо. Так, теперь сокол его не видит. Вероятность хреновая. Ну чё, ханкер овер. Здесь релот. Да, ханкер овер. Да у него 97 меткость, блин. 97 меткость. 77% будет на урвотч. Поехали. Давай, подходи сам. Сокол, всё для тебя. Ну. Ушёл направо, кажется. Тарелка. И вернулся. Такой непостоянный. Сокол его может увидеть. Да, видит. Отлично. 86. Давай, без крита. Можно было с пистолета. Если что, патрон не тратить. Вбиваем. Хорошо. Так, подводим чуть ближе к Дмитрию Михайлову. Это на случай Летуна и овервотчем. Сюда, я думаю, надо второго подводить, чтобы два фулл кавера было сравнительных. Помним про Летуна. Эта скотина где-то стоит. Или бегает просто. Плюс ещё есть. Прислушаемся. В тарелке он, гад. Что это было? Это беда. Вот он, овервотч. Мэйр Лемминг первым привлекает внимание. Промахивается на овере. Естественно, снайпер должен увидеть. Правда, есть пистолета, к сожалению. На больше не хватило. Где оверы? У тебя не хватило. Нет ходов. У тебя нет ходов. Нет ходов у тебя. Да. Ох. Почему снайпер его здесь не видит? Капец. Снайпер не видит. Понимаете? Не видит снайпера. Вот. Не видно. Такой провал. Что мне делать с этим? Как вот я его не вижу-то вообще? Ближе подходить опасно. Могу спулить. Ну, чуть-чуть могу вперед подойти, конечно, да. Но это выстрел из винтовочки. Это выстрел из пистолета. Хэвик вообще не попадет. Всего точно 67. Ему Лемминг, говорит, мешает? А, он выйти типа не может. Ну, тогда Лемминга подводим под полуукрытием. Я понял. Да, об этом уже говорили мне. Не видит снайпера все равно. Спасибо, кстати, за совет, пацаны. Очень помогло. Вы лучшие. Вы самые лучшие в мире эксперты. Хэвик может подойти сюда, постреляет. Всяко будет лучше. А вот снайпер нужно менять диспозицию. 35, 47. Капец. А куда снайпер-то побежит, е-мое? Тут нет укрытий нормальных. Разве что так, на тебя фланганутся ли щехот. Лемминг там ни при чем, пишет Калиостр. Серьезно? То есть он не мешал снайперу? Ой, спасибо. Спасибо. Вот это вот дельный совет. Информация очень ценная. Короче, либо эти кривые пацаны у меня попадают, либо я гуфаюсь. Снайп овер, кстати, да, наверное, правильно, чтобы не обошли как раз. Но лемминга мы хороним в любом случае. 35 процентов. Давай, попади. Нет, куда там? Хэвик 47 пытается, но без крита это. Все мимо. Есть овер. Ну, чтобы он хэвика не обошел, чтобы он по леммингу стрел. Ну, где овервочет? Так он слил. Слинял. Теперь я хочу вообще поменять диспозицию. Сделать, блин, так, чтобы подходить справа с фулл каверов к стеночке. Бла-бла-бла. Чтобы все знали свое место. Хотя нет, я не прав. Я лучше поставлю снайпера вот так вот. Хэвиком я это буду делать. Потому что он самый маневренный, во-первых. И ему здесь как раз места нет. То есть лемминга я возвращаю сюда. Его Ханкер или овер? Ханкер или овер? Или релот? Но овер позволит мне увидеть, и снайпер может пострелять до него. Перезарядка нужна. Всего одно действие остается. Тоже увидит. На, давай перезарядка. Я снова втрою. Да, снайпер с пистолетом на овервоче. Это вообще гениально. Я забыл, что я ходил им. Не торопись, Михаил. Осталось два человека. Опасных два человека. Но два человека. Он приходит, овервоч снайпер, но... О, это глупо. Сейчас снайпера пробивает с вероятностью 65%. Я был неправ, пацаны. Не стреляй. Просто ты пришел сюда. Еее. Снайпер на этот раз его видит. Это уже хорошие новости. 97%. Стопроцентный крит. Соколик. 3% что ты... Или русская рулетка. Убей просто его. Четыре крит снайперки. Четыре, Карл. Четыре. Тут флипкоин 50-50. Зря Хэвика уел, да? Не, я могу Хэвика подвести, но это будет Хэвик вместо... Снайпа. Но это допустимо. 55. Ну, Хэвика выше же вероятность еще на 12. Еее, хорош. Фух, какая миссия дикая, а, капец. Остался последний. Охранник. Перезаряжаемся, готовимся, смотрим, как мы его будем пулить. Пулить будем, скорее всего, на Лемминга или на снайпера, потому что у снайпа хреновая пушка против этого. Ну, либо выводить его на открытую местность. Есть инфа, что выстрел в голову не только повышает шанс крита, но и базовый дамаг крита. Это точно, да? Я не знал. Спасибо. Четыре минимальные крита, считай, единичку выбил. Ну, это шумит как раз... Стоп, а сектоид, это мы убили? Да, сектоид, это мы убили. Он подходил. Он подходил, разговаривали, да, помню. Вспомнил точнее. Ой, господи, такая жара. Потеряли саппорта, ну, слава богу, саппорта. Получили ранение хэвиком, при том, что один хэвик у нас уже отдыхает. И это типа еще не пришельцы там, ну, то есть паника где-то там. Это просто маленькая тарелка, просто она не сбита, а села. Плюс в том, что сокола прокачали, общий вид есть. Но еще не все, кстати. Еще не все. Этот товарищ нас может полностью положить вообще. Если я неправильно буду себя вести. Ну, вообще хэвик должен затащить. Лемминг будет отвлекать. Гренок нет, ракет нет, ничего подобного нет. И я не знаю, куда он побежит после того, как я его спулю. Перестреливаться с ним даже снайпером не имеет смысла, потому что у него там точность то ли 85, то ли 95. И маневренность дикая. То есть он у нас... Он пулится где-то вот здесь вот, да? Вариант, куда побежать, у него масса. Но, скорее всего, он побежит сюда. Хэвик достаточно маневренный. В этом плюс спринтер ему как раз помогает в этом плане. То есть вероятность добежать до аутсайдера хэвиком достаточно высокая. Если утверждение, предположение о том, что с пулей в товарища отсюда он побежит и бегать справа окажется верным, то... Ну, с богом. Хватит умничать. Не представляю, сколько энергии нужно, чтобы поднять такую махину. Советую стрелять очень осторожно. Подобное оборудование может быть крайне нестабильно. Пулем. Давай, направо, направо уходи. Он может наверх вообще выйти, это будет вообще трэш. Направо уходи. О, он к этому побежал. Это проваль. В этот ход я его ну никак не убиваю. Более того, я не знаю, как отступить. Следующий ход он подойдет сюда. И будет стрелять по угловому. Я буду за фулл кавером, но у него положительная вероятность попадания. Мне нужно хэвика подвести сюда, чтобы он его не видел. Но на следующий ход я бы его отбежал. Это все не опции. Надо было на одну клетку все-таки подходить поближе. Так, у меня было бы клетка в запасе. Ладно, пацаны. А снайпера куда? Снайпера можно вот сюда вот. Он не добежит, не добежит. Снайпера сюда. Он угол острый возьмет. Нет, вот так вот снайпера. Снайпер так не с палецом. И на следующий ход может действовать. Ну, с богом. Молимся за Лемминга. Он должен к выходу подбежать. А, он так стреляет. Опа, не попал. Может взорвать эту хрень просто. Пофиг на источник энергии. Снайпер подходит. О, я добегаю его с фланга практически. Но это не фланг. Близко, но не фланг. Давайте попробую с угла этим пострелять. Не, я не по... Не нужна жадность. Я на самом деле хочу выстрелить. Просто, во-первых, не знаю... Как я ее взорву-то вообще? А если к источнику встанешь, то фланг. Тогда бежим. Да, если к источнику, то я типа шаг делаю в сторону и вырубаю его. 92 меткость. 8% на фейл. Давай. Все в порядке, шеф. Классная миссия. Вы бы сейчас видели, как Женя сидит. У них такая идиллия. Кот у нее на кресле, на изголовье. В наушниках, в халате. Три... Три... Три повышения. Снайпер Капрал. Естественно, общий вид. 91 меткость. Дмитрий Михайлов сержант. Опа, это что? Стойкость, полная защита. Нет, Шеддер Трокет как раз. И новый Леммингон Саппорт. 8 дней. А, нет, смотрите. Дмитрий Михайлов-то в строю. То есть, Хэвик с нами. Хэвик и Снайпер живы. Безумные. Медали дали. Илериуму... Ой, сейчас будет бабло. Короче, сейчас Школу Офицеров заказываем на бабло. Илериум продаем. Ну, это была сверхсложная миссия. Вы видели. Стартовые условия такие, что как бы у тебя фулл каверов там на четверых два. И... И все. И крутить как хочешь. Здесь ставим Школу Офицеров. Да ездишь. Шестнадцать дней, но, конечно, это очень нужно. Медали. Медали защитника. Никогда не паникуют, если ранят или убьют. Медпакет восстанавливающий. Нет, паника не нужна. Просто потому, что у меня и благодаря Школе Офицеров, и раннему перку на бонус к морали за каждый левелап, получается, что никто не паникует уже скоро совсем. А вот Хилл на перспективу. Он хорош? Да, без проблем. Выдаем медаль, ну, тому, кто будет терпеть. Это Дмитрий Михайлов, конечно же. Поздравляем. Димка. От души. Так. Но расслабляться, конечно, не стоит, потому что денег впритык. Это середина второго месяца. Лучевое не скоро. Очень не скоро. Но быстрее, чем в прошлый раз. Хотя, они не быстрее. Ученых мало. 15 инжей. Я думаю, надо электростанцию, во-первых, пилить. А то уже упираюсь. Сплавляем. Да, это я в ближайшее время не нужным. Вот уже на электростанции есть. Я вижу, где пар, но там... Может, реально здесь? Нет, не надо. Долго слишком. Мне, может, придется мастерскую уже скоро пилить. А, хэвик никого не лечит? Мне говорили, что, когда я саппорту давал, типа, это того, кому лечат. Кого лечат. У него бонусный. Обманули опять дайверчевого бобра. Все правильно отдал, говорит. Окей. Так. Ну, есть еще бабло. Я думаю, что можно сразу вторую энергостанцию запилить. Потому что в стаке, потому что халява. А может быть и не нужно. Школа офицеров есть? Разве что на мастерскую. Вообще покопать нужно. Под школу офицеров мастерскую надо будет делать. Нет, электростанции тоже нужно. Нужно, нужно. Вторая в стаке. Будем ли брать леммингов? Это да. Три раненых. Жалко. Больше всего жалко, конечно, второго хэвика. Мне еще смогут дать миссию какую-нибудь дикую. У меня всего два толковых пацана. Это вообще не смотрим. Штурмовик свеженький. И один саппорт. Ой, в смысле, один лемминг. Вроде не могут дать. У меня же на ложке сейчас была. Еще леммингов закупить. Давайте штучки четыре возьмем. Три. С Богом. Ох, задание советом. Пришел вызов по защищенной сети. Транспортная колонна. Я тоже игнорию его. Ученые, инженеры, клево, деньги, но я сейчас по другому плану играю. Предвестник. Жалко. Очень жалко. А теперь внимание. Срочные новости часа. По сообщениям со всего мира, поведение решается... Террор. Я не могу не лететь. А что террорирует? Манчестер, да? Манчестер. Я думал сдать. Может, нельзя сдавать. Летунны, кресолиды. Понимаете? Зомби. Летунны, кресолиды, зомби. Может, мирных поспасать. Может, кинуть туда новобранцев общих зеленых. Чтоб они пробежались по мирным и эвакуировались. Кажется, есть такой план. На месте террора, МХ, лучше брать скопы вместо гранат, потому что в основном будет дистанция большая. Да, согласен. Скоп сейчас закупим. Откуда инфа, что там трипака? А, это первый террор. Слушайте, у меня записи же были по террору. Сейчас, секунду. Это лемминги, это лемминги, это лемминги. В прошлый раз было пак кресолидов и, кажется, два пака летунов. Да. Всех по три. Мы можем потянуть. Чего? Рокет на этих, а с по остальным стрелять. Так, давай на скопы накидаем. Я не помню, поскольку они, учитывая появившихся инженеров, должны... Ой, 26 вообще. Причем один уже есть. Двоечку закупаем. Берем... Ну, тяж и сокол это понятным. Крукс. Можно этого снайпера взять? 69 точности. Нет, боже упаси. Лучше лемминга взять с большей точностью, чем этого снайпера, блин. Да, беру штурмаша, естественно, без дробаша и без гранаты для того, чтобы издалека отстреливать. И беру вот эту вот японскую... Японского кабояши. Точность 80, может, поможет. Террор, террор. Так, есть рауннган. Блин, жалко второго хейвика. Нет, мы там... Так бы было бы проще со вторым хейвиком, а? Тем более, у него там три гранаты с повышенным дамагом. Точность круче. Так я живу в рыбе. Ой, сори. Такое бывает. Сейчас, ребята, он скандер. Сломался. Лучше дробовик кресолидов добивать. Ну, я посмотрю на тебя, когда ты побежишь на кресолидов в рукопашку. Тут надо сидеть и бояться, расстреливая их издалека. Пули по паку. В критичных ситуациях отстреливать рокетом. Спасти одного мирного просто, чтобы паника не поднялась. Ну и не успокоилась. 69 снайпер, больше 70 леммингов нет. 70 лемминг. Не совсем. Если этот лемминг получит какое-то звание, он сразу же... Не дай бог снайпер. Он сразу этого товарища опередит на десяточку. Просто. Вот. Хотя в текущей ситуации ситуативный снайпер, наверное, ты прав лучше. Хотя на овервотч он попадать не будет. Ну, хотя не только на овервотч уже, да. Не, снайпер же еще не мобильный. Я с ним кайтить не могу. У этого снайпера общий вид, у Соколика есть. А вот тот будет вообще дурынды бегать. Что с богом, пацаны? Крисолиды ваншотают. Сейчас посмотрим на карту. Попробуем понять, как нам лучше действовать. Я на ней не играл года два. Это карта такая, которую я... Здесь, кажется, снайпер с общим видом решает. Потому что здесь простреливает. Крыша есть. Сейчас, погодите. Я на этой карте практически не играл. Сейчас будем разбираться. Тут полуукрытие поблизости. Один фулкавер. Здесь хороший вид будет для снайпа, для общего вида. Он будет закрывать. И да, это позиция чисто для снайпера. Он будет и проход частично перекрывать. И слева будет что-то видеть. Но самое главное, вот тут вот все будет видеть с общим видом. Посередине проход открываешь, и все здание видно на длину карты. Капец, это мне не нужно. Так. Ну, что мы делаем? Я не знаю, с каких сторон кто побежит. Поэтому первый ход я тихо сижу, боюсь крисолидов. Хэвик подойдет, пожалуй, сюда. Прикрывать снайперы сейчас на разведку. Это так. Овервочный пистолетик. А лемминги? А что лемминги? Вставать некуда. Должны в теории быть ближе, но... Капец. Ладно, ты сюда, а ты типа чуть ближе. Ждем пак крисолидов. В теории они, да, они бегут вам часто на меня. Слышу летунов, убивают мирных. Как-то быстро все произошло. Значит, лемминг идет на разведку. Переключаемся на так. Штурмовик тоже подходит на разведку. Вижу мирного. Шумят на втором этаже. Или на крыше. О-о-о! Мирные справа. Блин, надо крисолидов скорее пулить. По сути, один пак в здании, три пака в конце карты. Понятно. Значит, подходим к зданию раз. Подходим к зданию два. Так, сзади летуны. Так, давай-ка здесь лучше попробуем посмотреть в окно. Что мне выгоднее с этой стороны. Оп-па-ё-па, РСТ. Летуны и три пака сразу... Пак из трех сразу. Двое выходит справа. Может быть, даже фланг будет для снайпа. Нифига не будет для снайпа. Этот не успеет. Этим можем отойти. Хэвик у нас, к сожалению, за полуукрытием. Может, за фулл кавер встать. Снайпа надо отвести под общий вид, чтобы он видел... Ну, хотя они сами будут подходить. Если я буду подходить сам, они не будут подходить. Но я должен как-то прикрывать снайпера. Либо я его, повторюсь, отвожу куда-нибудь вообще в угол. Это хороший ход. Отвожу в угол снайпера. Хэвик оставлю на его фулл кавер. Лемминга прячу. Ну, с этим встаю, жду этого товарища. Понимаю, что это минус-ход снайпом. Но так он и себя обезопасит. И Хэвику даст фулл кавер. Но есть еще опция Рокетча скинг. Просто там мирных много. Просто дофига мирных. И пока я только один пак спулил. Поэтому... Делаем... Вот так. Ах, тут бы фулл кавер, конечно, найти. Но вообще нету. Вообще нету фулл каверов. Этот следующий ход может пройти. Но максимум, что он сделает, он выйдет просто, да? А эти полетят за этим. Или будут мирных мочить. Короче, я ухожу вот так вот. Так они меня не достанут точно. Можно, в принципе, второго сюда подвести. То есть, чтобы он и с этим, если что, и поближе был. И... Семь клеток. Может, и достанет правый. Может, и обойдет. Ай, твою ж налево. Не, безопаснее здесь ханк... Нет, не безопаснее ханкернуть. Безопаснее ханкернуть. Тебе тоже ханкернуть. С богом, пацаны. По мирным будет стрелять. Выходит слева один. Это тот, который по центру был. Эти стреляют по мирным. Минус один. Стреляют по мирным. Ну, хорошо, значит... Ой, это откуда стреляют-то вообще? Сокол видит. Общий вид. Одного лету на раз. Не хочу стрелять, пока не увидел, где они. Может быть, даже рокет выгоднее будет. О, этот флангует уже. Хорошо. 80%, 100 крит. Хорошо. Я думаю, что можно здесь подойти леммингом, посмотреть, открыть дверь. Что можем и третьего увидеть. А можем пак спулить новый, блин. Вижу третьего. Раз, два. А, вон он где. Слушайте, ну это может быть даже подрокет. Двое подрокет. Добавили снайперу еще общий вид. Причем он вот поэтому будет стрелять с критом, потому что стопроцентная меткость и... Давай, Соколик. А тех закрываем ракетами, либо леммингом с фланга. Хорош. Соколик начинает с общим видом весьма эффективно работать. Значит, есть здесь страховка. В виде ракеты. Есть у нас возможность этого флангануть. 85. А с этим что делать? 78. Ранунган не сработает. А хэвик... Гренку может кинуть. Гренка лучше, чем рокет, и я тогда смогу убрать укрытие, и тогда по этому флангану. То есть вопрос в том, убьет ли сейчас это 85 с крита дальнего. Это первый вопрос. Проверяем. Не убила. Тогда ракета. Тогда, извините меня, ракета. Причем ракета шреддерд, потому что убьет дальнего, убьет укрепление у этого, и этот добьет. С какой вероятностью? 100%. 98, если быть точным. Значит, закрываем этих товарищей рокетом. Погонь по своим? Конечно, по своим. Зря я мог выцелиться. Зря я так. Два хита у него остается. Ну и здесь 98% я стреляю, должен убивать. С крита-то должен убить. Хорош. Это первый пак. Надо спасти хотя бы одного мирного. Слышу крисолидов. Слышу литунов. Наверху убивают. Блин, надо хотя бы кого-то спасти. Пошла разведка раз. Не хочу я туда лезть. На крыше есть один товарищ. Можно организовать штурмашом спасение. Херрика надо подвезти. У него лайна нет. Ну вот он, скорее всего, сюда подойдет. Я хочу вот с этого угла двигаться, чтобы у снайпера был общий вид. Хотя бы частично. Литуны сверху. Ну, видите направление. Ой, зомбари потом повалят. Мирного слева еще там впереди паким. Один мирный слева есть. Ну, как-то там далеко. Ну, прямо по курсу есть один. Есть на крыше один. Давайте я крышу проверю. Он там стоит, значит ты... Окей. Окей. Справа. Далеко, правда. Крисолит вот он. Убил. Один зомби. Зомби это экспо на самом деле. Это не так плохо. Ладно, давай спасем его сразу же. Все, одного спасли. Задача минимум, как говорится, выполнена. Сейчас возвращаем штурмаша. Пак крисолидов, два пака летунов. Летуны справа. О, крисолиды слева сейчас попрут. У меня снайп не в зоне. Надо им угол поменять. Вот так вот подойти. Чтоб он видел подходящих слева еще. Ой, 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 ой. Так, я буду продвигаться не по крыше, чтобы лишнего не спулить. Я вижу там мирного, но он, во-первых, негр, во-вторых, я одного уже спас. Никакого расизма. Ноги не сломаешь? Ни-фига себе, ты же с четвертого этажа-то. Слева. Крисолид. Ну, или зомби уже идет. Да, зомбарь встал. Переключаюсь на снайперку. Я не иду, они сами ко мне придут. Все, хватит. Слева уже будут двигаться зомбари. Крисолид. Прям по курсу летун. Хотя можно с этим леммингом пройти вперед. Опа, вижу. Это кто? Что-то далеко, в общем. О, домик справа. Шум за ним. Еще один зомбарь встал. Капец. Ладно, потихонечку подвигаемся, двигаемся. О, вспулили. Пак летунов, капец. Так, ну под рокета там. Но я не дострельный рокетом дотуда. Вообще никак. Ладно, общий вид есть? Есть. Общий вид из трех. 81. С критом. Давай, по первому. Раз. Мимо. 81. Надо его будет увезти за укрытием. Ох, так. Блин. Подходим штурмовиком. Здесь, наверное, я отойду вот так вот. Овервотч или ханкердаун? Вы все равно не попадете по ним. Они поэтому будут стрелять. Давай, ты овервотч, а ты ханкер. Хэвик важнее. Блин, надо, чтобы они подошли под одну ракету. Чтобы я... Я не достаю. А он стреляет уже. Капец. Сокол. Вот я и спунил, блин, пак. Второй стреляет, поэтому... Да, я понял тебя, сокол. Я понял тебя. А там еще крисолиды этим. Нельзя сейчас тратить рокет. К сожалению. Надо отступать. Тот в ханкере, этот паникует. Подходим. Овер или ханкер? Овер или ханкер? Ханкер, конечно же. Почему? Могут дойти снайпера убить. Они по нем не знают. Ханкер. Мы потеряли лемминга, но как бы вы понимаете, что я убил только один пак. Тут достают зомби уже. И там... Ёпресс, это... Крисолидов езжу две штуки. Ох. Так, с ракетой надо повременить. Ну, либо сейчас, либо как бы... Да по кому? Хорошо. Блин, крисолиды оторвутся. У сокола есть общий вид. Но я думаю, этот ход надо тратить на... На то, чтобы уйти за фулл кавер. Рокет не работает. Блин, мне... Хорошо было бы, конечно, все это ракетой накрыть. Безусловно. Безусловно, но... Я ракетой не настреливаю. А крисолиды бегают быстрее, чем этот. То есть я должен сейчас спровоцировать и тех, и других. А крисолиды все равно быстрее прибегут. Если только я этого наверх не пошлю. Да, и летуны наверх. Нет, 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 нет. Все не то. Встает уже не зомби, это и зомбарей вылупляется крисолид. Да, я уже понял. Я уже понял, что все плохо. С одной стороны, снайпер флангует сейчас. Флангует. И, учитывая то, что его не видят, но в следующий ход его уже могут увидеть. А почему он не с критом стреляет 100%? Ну, тогда тем более отходим. Отходим вот так вот и перезаряжаемся тупо. Может быть свалить? Может, крисолиды на меня сейчас не побегут? Побегут только этим. Тут точно ханкер, понятное дело, его не видят. А вот штурмаша видят. Он видит только троих. Раз, два, три. А, нет. Кого? Да, он видит только летунов. В принципе, крисолиды могут и не побежать сейчас. Так же резво. Я, пожалуй, вот так вот и бегу. И в ханкер. И в ханкер. Встают еще крисолиды из зомбарей. Сверху убивают одного. Снайпер никого не видит. Проверяем штурмашон, где они стоят. Вижу двух летунов. С одной стороны, это хорошо. Но снайпер без общего вида. Собака, блин. Так или так? Так или так? Я лучше так. Выдвигаюсь. Напоздно, блин. Ханкер или овер. Один ход я еще продержусь. Этим может попытаться отступить. Могут меня слева уже обходить. Я понимаю, что хэвик может рокет сделать, убить там одного только. Фу, какая хрень. Поэтому 85 крит могу убить. Но это все тоже тлен. Потому что я не знаю, где третий могут спулиться крисолиды. Поэтому я думаю, надо за угол. Просто за угол. Вот так вот. Тут ханкер. И молиться. Тут ханкер. Крисолид бегут. Еще два зомбаря. О, летун один отвлекся. Мирного убил. Вижу одного. Он уже здесь. Он уже на овервотч. Меткость 81 с критом. 100% давай. Ну, то есть 100% что надо стрелять. Есть. Проверять там, кто дальше есть. Ну, там флангануть можно. Следующего. 65. Хреновенько. Хэвик видит? Не видит. Ну и пофиг тогда. Продолжаем использовать мирных для под кайтом. Ханкер. Так, это один из трех. Один из трех. Один ушел. Оп, подходит. Тут крисолиды бегут, да? Мирных убивают. Еще два крисолида. Так, опять мы видим летуна. Ну, вот теперь фланг. Отлично, стреляем. Сокол столько экспы в этой миссии. Если выживет, конечно. Хорош. Второй из трех. Все равно проверю, вдруг тут пачка крисолидов есть. Летуна увидел. Летуна, но который вроде как не очень опасный, потому что до соколика он не дойдет. А может и дойдет. Он же тут летит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Но прошлый здесь как раз на одну клетку дальше умер, так что вряд ли он успеет. Увидеть. Поэтому здесь ханкер. С богом. Далеко встают снова зомби крисолиды. Жесть, как я крисолидов-то убиваю в два-тремя. Тихо. Вот по этой могут стрелять. Мы никого не видим. Подсвечиваем снова. Смотрим, где он. Видим, что он немножко отступил, но для снайпера это не должно быть проблемы. Хрен там. Проблема есть. Овервотч. Внимание. И, пожалуй, ханкердаун. Это тоже овервотч. Блин. Еще крисолид. Я уже сбился со счета. Я и не считал, в принципе. Мне и так страшно. Не видим мы, где он есть. Ай. Может, перезарядиться пока. Да, пожалуй. В любой момент могут выскочить. Но я вроде не пулил. Давай, ханкер. Нужно мне пространство. Большое. Может, на крышу забраться, как Летонов убьем. Ну, крисолиды тоже поднимаются. Будь здоров. На крышу. Вообще, самое хорошее, конечно, вот здесь стоять. Справа просматривается все. Здесь им на два хода. А, я вижу уже двух крисолидов справа. А снайпер? Снайпер почему-то их не видит, блин. Ладно, я подвожу снайпера так, чтобы был общий вид. И его нет. Нет. Я не знаю, как так. Жесть. То есть, здесь 9 человек, плюс еще 15. Ну, не 15. Половина убили Летоны. Еще из мирных. Летон прям по курсу. Влетает собака. Надо смотреть, где он, потому что он может вылететь и снайпера забрать. Смотрим здесь раз. Никого, блин. Уходим вот сюда вот. Здесь овер. Здесь хантер. 17 убитых. Все, мирных не осталось. В теории они должны сейчас идти на меня. Все. Разом. Ну, я так предполагаю. Это моя теория. Летон вроде один остался. То есть, тут второго пака летунов нет. Либо он тут очень далеко. О, слева обходит. Снайпер там. Снайпер вроде видит. Сейчас пойдем штурмовиком туда. О, там выходит. Овервотч. Ребята, давайте. Ну, только Дмитрий Михайлов стреляет. Промахивается. Надеюсь, это он просто ходит. Он не будет сейчас стрелять. Снайпер видит? Давай, Соколик, Соколик. Давай, давай. Два хита. Ну, главное, чтобы он сейчас не выстрелил. Чтобы у него ходов не хватало. Чтобы он просто вышел, типа. Ооо. Давно мне так нехорошело. Но эту скотину надо догонять. Он далеко не мог уйти. Давай, его убиваем. Ой, там сколько народу, капец. Да ел фразоте. Общего вида нет. Этот не поможет. Гренкой надо его убивать, пацаны. Только Гренкой. Хотя 92, ну, 92, ну. 92. Гренкой, Михаил. Не выпендривайся. Так, ну, я надеюсь, что это последний пак летунов. Но это не последний пак летунов. Поэтому... Крисолиды бегают во всем. Я думаю, надо Крисолидов по одному там выпуливать. Презаряжаемся, Овер. Презаряжаемся. Крисолидов есть Рокет один. Это кто? Это Крисолид. Да. Блин, как страшно-то, а? Четыре клетки вперед, никого не вижу. Дмитрий Михайлов. Чтобы на следующий ход Рокет нормально летал. Соколика можно было сюда поставить. Опа, идут. Крисолид. Бежит. Оверы. Там их трое. Попадает. Лемминг. Соколик. Ну, у Соколика 80% где-то. 77. Место идеальное просто для пола. Тем более, он вроде один, в общем. Второй. Так, ну хорошо. До снайпера хрена не добегут. Меткость 91. По обоим. Я стреляю... А кто ближе? Ближе левый. Эти пацаны должны кайтить. Стрелять по-левому надо. Ракету пока не тратим. Один ход у нас точно есть. По-левому с критом. Раз. 91. Попал критом. Хорошо. 6. Двоечка осталась. Это фактически один выстрел. Хэвик никого не видит. Этот видит одного. Ну, я не хочу на крышу подниматься, ребят. Я хочу вот так вот отступить и по нему пострелять. Добить его. 75. Он не добежит до меня. 75. Ну, что ж ты делаешь-то, ну... Дмитрия Михайлова можно поставить на овервотч, но, наверное, лучше... Он за фулкавером стоит хорошо. Да, укрытие не помогает, как бы, я согласен. Не, ну, если летуны вылетают, как бы укрытие помогает. Стрелять или овервотч, стрелять или овервотч, стрельба, точность. Давай вот так вот подойдем, чтобы дальний точно не дошел, а этого ты точно видел. 73, давай. Хорош. Подбегает второй, но он не добежит. Плюс он ранен еще. Стоять. Снайпер, естественно, работает первым. Экспиради. 91. Слушай, такая миссия по экспиртике дикая. Сокол повышение получил. Нужен боекомплект. Сейчас мы на позиции, перезарядка. Перезарядка хотя бы с одним овервотчем. Идут следующие. О, три крисолида. Ой, это рокет. Это рокет, я их не успею остановить. Это рокет, пацаны. Я даже с рокетом могу не успеть их остановить. Я не успею их остановить. Ох. Твою мать. Ну, вся эта гбшечка. Во-первых, я не попаду так, чтобы не задеть своего. Во-вторых, мне некем будет их добивать. Это гг. С раненг... А, нет, он может уйти с раненганом. Как сделать, чтобы... Ну, я одного не добиваю. То есть, мне нужно кем-то жертвовать. То есть, мне нужно его оставить рядом. Потому что рокет снимет шесть. Мне нужно еще два хита поснимать. Один хит снимет снайпер даже из пистолета. Один хит снимет он сам. Но хэвик-то стрелять уже больше не будет. Стало быть, следующий кресолит будет атаковать. Это будет ваншот. Это будет... Если бы не было дальнего, еще были бы шансы. Я реально могу их на крышу как-нибудь спулить. Но не факт, что они побегут на крышу. Улетай, говорят. Кстати, улетай, это хорошая тема. Слушайте, реально, я экспы получил. Может быть, и удастся. На крыше займи, чтобы не залазили. О, а это возможно вообще? Если я встану реально на место... А снайпер как? Снайпер не успеет. Они прыгают на крыше. А, ну да. Короче, я эвакуируюсь. Поехали. Фу, слабак. Как ты вышла из окружения. Она такие легенды будет рассказывать дома. Прерывать операцию. Один человек убил. Все получат повышение. Один мертв. Но это ГГ, скорее всего, на дистанции. Надо сейчас вообще все миссии выполнять. И советы в том числе, если там, конечно, дадут мне что-то, кроме прощи. Только Сокол получил повышение. What? Ладно, что у него? Воля к жизни в укрытии не обходит. Полученный урон снижается. Чушь. Надежная позиция, да. Плюс к меткости, плюс к действии к защите. На крыше будем забираться. Награда. Европа в панике. Это минус. Капец. Я попал. Я попал. Это минус. А еще одна страна. Это ГГ. А не Трай. Великобритания левает. Ну, потому что мы ее кинули. Спутник за 200. Шутки за 300. Есть у меня был второй хэвик. Ох. Как бы это мне помогло сильно, а? Ладно, смотрим, что за бойцы. 75. 39. 75. Хорошо. 39. 75. И все. Ну, хорошо. 75. Это почти топ по точности. Электростанция доделывается. Школа офицеров 12 дней. О-о-о. Средний. Это интересно. Главное сбить его. Первый не факт, что собьет. Там нужно 4 точных попадания. Давай. Это очень много денег. Раз. Попал. Молодец. Два мимо. Черт. Три попал. Давай четвертый. Ну, давай еще последний. Последний. Нет, ухожу. Ухожу. Славя второго. Естественно. Но могу не догнать. Это уже... Он издалека еще пришел. Не факт, что... Ну, в общем, тут как повезет. Один раз я догонял, он уже улетает. Да, улетел все. Все, это плохо. Это очень большое количество денег, экспы и прочее. Да, я понял тебя. О, миссия совета. Проща, не проща? Дра, друзья, внизу. Это дерзкий, ничего не боитесь. Два ученых, два инжа, бабло. Надо брать. Конечно же. Прекрасно. Жду от вас. Так, тут тоже нам не нужны всякие гранаты. Нам нужны ракеты, но не нужны гранаты. Скоупы помогают. Ну, хотя гренку одну стоит оставить. А у нас не пришел никто. Капец, один день. Холли можно было вернуть. Девять дней для тяжа. Я возьму одного точного лемминга со скоупом. Скоупа, правда, нет. Потому что галка стоит на этим. Что все оборудование. Это будет тоже очень непросто. Очень непросто это будет. Я уверен, что вы справитесь с этой непростой задачей. Ну, здесь мутон. Thing-мены. Рук штурмовик. Штурмовик тут не поможет. Ну, главное, точный. В общем-то. Но раннган это хрень. А что вместо нее можем взять? Сапа можем взять. А дым может помочь. 76 точность, да? Ну, ты по лучшему. Сейчас, секундочку. Где она там? 75, да. Давайте штурма замерим. Что раннган без молниеносных рефлексов. Но зачем он? Там все на овероочек сидят. Там нужно точно стрелять, либо дымить. Закажи один спутник. Это не ГГ. В смысле, как один спутник? У нас же инфляция. Что за чушь? Блин, что я делаю? Я уже туплю. Жалко такой трайк, конечно, но тяжело. Ну, я еще допустил с этой слабой ошибку. И получил ранение тяжами. Сейчас будет все в притирочку. В прошлый раз у меня было два тяжа. У меня была команда уже из пяти человек. И было много страховки. Здесь есть, конечно, снайпер с общим видом. Плюс ловелапы сокола, напомню, было. И меткость у него уже 95. Ох ты, красавчик какой. 105 меткость со скоупом. Надежная позиция здесь ему, правда, не поможет. Скорее всего, потому что там не считается. Это незначительное. Поехали. В любом случае, доведем до конца этот рай. Тем более, как бы, нужно прощу отрабатывать. Поехали. Полностью скриптовая миссия. Я смотрю, вы дерзкий, ничего не боитесь. Никого не боитесь. Ну, не с этого начнет, конечно. Вас за мной прислали. Я смотрю, вы дерзкие. Ничего не боитесь. Этих тварей убивать не сложнее, чем людей. Что-то в этом роде. Их убивать не сложнее, чем людей. Этих тварей я от себя добавил. Они скоро поймут, что я сбежал. К тому же я прихватил с собой эту штуку. Она ваша, если заберете меня с собой. Итак. Я совсем недавно эту миссию проходил. Потерял Женьку как раз на ней. Тогда команда была лучше, чем текущая, безусловно. Но есть Дмитрий Михайлов. У него спринт. У него... Ну, ракеты и РПГшечка. Тоже неплохо, в принципе. Мне нужно... Сразу обойти одного. Так, ты, естественно, ханкерей. У босса эта штуковина. Босс собирался загнать его. Это точно овервотч. Его не волнует, кто и зачем ее купит. А пацаны будут стрелять по правому. Я даже вот этого вот левого никуда везти не буду, чтобы он только правого и видел. Отходите, гады! С богом. Штурм один. На вас идет группа чужих. Готовность номер один. Давай. Да вот это самый сложный. Но он первым падает, поэтому по нему овервотч. Хэвиком левого я вроде с фланга хорошо убиваю. И он меня не отравляет. Ну, кто-нибудь попадите, ну... Снайпер. Единичка. Капец. Мимо-мимо-мимо единица. Это такая жесть. Нахрена я вам скопы давал? Это жесть. Но этого мы пытаемся убить, он не должен отравить. Ну, а этими надо стрелять. Причем сразу стрелять. Нет, подожди, давай-ка мы... 65 меткости. Да, ну бьем снайперам в последнюю очередь. 65 меткости. Ну, попадите, прошу вас. Задание было проще некуда. Доставить оборудование... 85 меткость. Может, туман... Туман мне добавит... Нихрена он мне не добавит. Он будет по хэвику стрелять. Попади, прошу тебя. Хорош. Теперь осталось снайперу попасть. 85%. 85. 85 это почти 100. Фух. Понимаете, как тяжело будет? Я знаю, где не появится. Я знаю, что у меня овервач в запасе. Я знаю и до конца, блин. Все равно. Капец. А там еще мутон. Крид взял-то зачем? Да, тут можно дождаться пару ходов. Ох, ребятушки. Тяжело. Оно не должно попасть в дурные руки. Так, и да, там Крид откатится. Еще один ход. Я оборвал немало жизни. Но сейчас у нас общий враг. Так, второй. И третий появляются... Кажется, вот здесь вот один. Вот здесь вот второй. Пулит сразу или нет? Да пуль чего уж там. Это у вас фланга раз. Здесь овер. И так сойдет. Этих под фулкавер овер, под фулкавер овер. С Богом. Штурм-1. К вам движется противник. Готовьтесь. Да, я в курсе. Жалко, что по этому стреляют. Хотя вот второй вроде не упал. Снайпер если добьет, то будет вообще отлично. Второй не упал. На карте вроде ничего. Это очень хорошо. Сто процентов с фланга. Отлично бьем. Килсы снайперы в первую очередь. А второго я спунил, как потому что чуть ближе подбежал. Хорошо. Внимание, штурм-1. А нет. Я даже не двигался, представляете? А, ну у него фланг еще. Понятно. Ну я его вижу, в общем-то. Тем же самым снайпером. Ой, там овервозь еще. Ну ладно. Снайпер. Давай. Хорошо. Перезарядка, овервотч, овервотч. Так, далее. У нас еще пара thing-менов, которые прямо по курсу. Вот как раз они меня и убили. Учитывая общий вид. Да нет, снайпера надо вообще выводить сейчас сюда. Наверх. Во-первых, потому что могут дать десяточку за разницу в уровне, если они внизу стоят. По точности надо проверить этот момент. У нас с ними все равно тяжело будет. Очень тяжело. Они появятся далеко. Укрытия нормальных у меня не будет. Там надежда вся будет именно на снайпера. Который бежит сюда. Таким образом, там будет веселый мутон. Мне хэвиком в любом случае надо идти тоже вперед. Потому что для страховки нужно иметь возможность кидать рокет. Так, стоп, нет. Нет-нет-нет, здесь еще один появится. Стоп, 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 стоп. Тут, кажется, один появится рядышком. Слушаюсь. Аккуратно. Я не помню после чего. Хэвика надо было вниз пускать. Но не сейчас. Окей, хэвик спускается. Раз. И овервач. Всеми. Что кажется, сейчас он должен уже полезть. Нет. Значит, двигаюсь слева. Леммингом. Кажется, он вот куда-то сюда упадет один. Нам сообщают, что в районе замечен противник. Похоже, к вам уже движутся лунатики. Лунатики. Так, у третьего столбиком. Один? Нет, и второй еще. По кому отвертный огонь? Три, два. Ну, снайпер, добей. Сейчас я знаю, что ты видишь. Ты стреляешь. Окей. Сокол мажет пока. Сейчас мы, кстати, сравним по точности между двумя товарищами. 185. А, 105. Нет. Короче, тут только укрытие решает, и все. Двигаться нельзя. Здесь, скорее всего, Гренко. И убиваем двумя. А ты видишь только одного. Плохо. Тогда лучше этим добить этого, а снайпером добить этого. Тем более, там вероятность тоже хорошая. Если Гренко, то 100%. Окей, добиваем тогда этим этого. Ну, крит 4 хита, скорее всего, снимет. Здесь, чтобы не рисковать, тем более Гренко мне в ближайшее время вряд ли пригодится. Я лучше кидаю гранату. Две ракеты есть. На мутоны и там на муштис. И добиваюсь снайпером. Ну, там 100%, как бы, вариантов нет. Даже если русская рулетка, до свидания. Я думаю, мы эту миссию доиграем, и все, и пойдем, да? Через 15 минут закончим где-то. Ну, или раньше, если через 15 минут я закончу, и будем укладываться. Перезарядка, 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 перезарядка. Сейчас будет еще два Тингмена, которые вот как раз Нифанду и убили. Я на них потрачу Рокет. И Леммингов подведу, так, чтобы они точно постреляли под Овервонч. Ясно. Есть внимание. Рокет, окомпания. Я дайл, командир. Они там разбегаются просто в разные стороны. Это очень неприятно. Так, снайпер будет видеть. Хэвика ближе. Что Рокетом он не достанет. Но отсюда он уже закроет пару опасных углов, я полагаю. На лишнюю клетку не подходим, чтобы ни в коем случае не спурить на ненужный ход. Сейчас проверим, что закрывает Рокет. Углы закрывает, самое главное. Да, так что можно пулить. Лемминг пошел. Лемминг пошел. Да, и они не такой, не скриптовый. Они просто пулятся и разбегаются. Так, вроде сильно не разбежались, но Рокетом я их не накрою, потому что слишком далеко. Где находятся? Там. Не смогут обойти с фланга. Смогут дойти до угла. Тут, получается, этим отойду, скорее всего, вот сюда вот. Вместо него подведу этого товарища. Вот сюда вот, под ханкер. Овервотч у снайпера. У эти пацаны все-таки ханкер, чтобы меньше риска было. К углу дошел, но это два хода, он не должен стрелять. Как? Это капец. Я теряю команду. Как они добежали там? Сейчас хэвика убьют просто и все. Хэвика убьют. Опять с того же самого фланга. Как добежали? Нет, хэвика не убили. Ладно, у нас умер Лемминг. Шансы еще есть. Меткость хреновая, фулл кавер. Так, второй где-то здесь. Надо ракетой накрывать. Причем нормальной ракетой накрывать. Я не в укрытии. Может не стоит ракетой? Тогда мы потеряем еще одного бойца. Так-то можешь хэвика потерять. Да второй за углом. Работаем. Есть. Второго убили. Повышение Дмитрия Михайлов за этот мув. Блин. Я кажется, не Лемминга потерял, а Сапа потерял. Ну, Сап тоже такой. Это не основное у меня. Сейчас мутон. Да, надо спуливать сейчас одного Thing Man'а, а не мутона. А, нет, смотрите-ка, саппорт остался. Отлично. Тут дело в том, что мутон оттуда, а Thing Man по центру. Как раз с Thing Man'а я... И хочу спулить заранее. Для этого саппорта потихонечку-потихонечку в обход... Буду посылать. Нужен хэвик на страховку, ребят. Нужен... Иду на позицию. Сейчас двигаемся в центр через полуукрытие. Дело в том, чтобы не спулить лишнего. Чтобы не спулить мутона сейчас. А чтобы спулить одного Thing Man'а. Что мне огневой мощи даже на мутона может не хватить. Здесь я мог уже увидеть с этого укрытия просто. Ну. Не показывают, гады. Готовность номер один. Ясно. Давайте. Где этот... Опасно. Готовность номер один. Сгони уже. Готовьтесь к вылету. Мы приняли очень странный сигнал. Нет, мутон. Они одновременно пулятся. Мы таких еще не получали. И нахрена я сюда полез. 85 меткость. О, Overwatch двойной. Один хит снял. За один хит спасибо. Нахрена я послушал опять эксперта, блин, в чатике. Зачем полез вперед? Давай, Соколик. И попади, Критоник. Попал на них, Кританол. Ситуация не очень хорошая, мягко говоря. Хотя нет, 95. Надо убивать. Я не могу двигаться из-за Overwatch, поэтому... Убиваем. Но проблема в мутонии. Подходить тяжем нельзя. Могу попасть под гранату. Полуукрытие мне не устраивает. Но кажется, один ход у меня будет. Ханкер или не ханкер? А Грена достанет. Он тебя, кстати, видеть не будет просто. Там же такая штука, что он тебя не видит просто. Это хорошо. Тогда... Просто здесь ханкер. Он может не дойти до меня просто. Вот он бежит, 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 бежит. Еще подбегает. Никого не видит, да? Фул кавер. Хорошо, снайпер его видит. Снайпер уже может работать. Правда, вероятность 50%. Хреновая. Хэвик шредер докинет. Докинет. Очень хорошо. Укрытие снимет. Урон бонусный получит. Плюс его мутон не видит. Главное, попади. Хорош. 4 хп. И нет укрытия. То есть снайпер сейчас точно по нему работает. Там 95%. Да и этот 76 дает. Снайпер 95 не справится. На овервотче или мутон? Нет. Он не на овервотче. То есть я могу... Не факт, что я могу сюда встать. Не факт, что я его увижу отсюда. Я не хочу под полуукрытием сидеть. Но я не хочу и Хэвика подставлять. У него один выстрел будет. Как, в общем-то, и у тебя. Ты можешь отступить и кинуть дым. Нет. Я снайпом без крита его не добью. Мне нужно попасть штурмовиком. Чем ближе расстояние, тем выше вероятность. Отсюда я новый пак спулить не должен. Поэтому будет не 76, а больше. Давай. 82. Давай. Есть. Убил, но... Я понимаю, что снайперу киллз не достался, но он все равно молодец. Так, теперь. И это еще не все. Значит, будет сейчас циньмен сектойт, а потом еще один циньмен. Но это уже попроще. Самое сложное уже позади. Во-первых, подходим, перезаряжаемся мы. Ух, какая дичь, конечно. Прощу уже, прохожу 20-й раз, но... Каждый раз как... Как в новинку, блин. Снайпер, насколько я помню, не будет работать адекватно по сектойду из-за этой колонны. Поэтому я его спущу вот сюда, скажем. Или вот сюда поставлю просто. Так он сможет видеть и... Стоп. Сектойт будет здесь. Сектойт будет здесь. То есть мне нужно снайпер вообще направо уводить дальше. И все равно я... Нет, его надо ближе подводить просто. Там не получается угол нормальный. К сожалению. Надо его ближе подводить. Но это не очень страшно, потому что его все равно даже оттуда не видно. Но все равно позицию надо определить. То есть вот так вот угол и вот так вот угол. Близко что там. Сюда разве что. Сюда хреново. Сюда тоже нет. Не, ну в принципе можно снайпа сюда завести. Он тогда постреляет и поэтому в перспективе. И поэтому, и потому. Но будут стрелять и по нему. Это минус. Это слишком дорого. Чтобы так рисковать, надо определить наиболее приоритетную цель. Опасную. Опасная цель это два thing-мена. На сектоиды можно и подзабить. У него и точность, и пушка, и хп. У него больше проблем. Так что мы остаемся где. А ты по thing-мену левому не будешь попадать. Нет, снайпанда все равно сюда подводить. Но просто подальше поставить. Ну да. Как-то так. Убежали. Выступаем. Мне нужен угол. Как он не успеет зайти. Ну хотя должен успеть. Вот сюда вот встать, например. Тогда я буду thing-мена простреливать. Вообще и этого, и сектоиды смогу простреливать. Вас понял. Раз. Как бы не спулить их раньше времени. Но они вроде пуляются где-то вот в этом районе. Можно проверить, конечно. В принципе, я могу уже сюда подойти. Но это не та точка, которую я ищу. Но я лучше буду проверять пошагово. Ясно? Так, не спулил. Хорошо. Теперь сюда. Эта точка до снайпера топовая. Здесь подхожу не дальше. То есть вот так вот. И вот так вот. Но кажется, тоже не спулю. Спулю, когда вот в районе статуи я начну тусоваться. Да. Отлично. То есть меняю на снайперку. Проверяю углы. Поближе бы, конечно. Да под фулл кавер. Но это уже риск. Они нормальны всем. Так, пацанов подвожу аккуратненько. Аккуратненько. Хреново подвел. Вообще неаккуратно не спутил. Надеюсь, что... Есть. Все, не спулили. Ну все, идеально снайпер стоит. Теперь мы пацанами пулем. Хэвик подходит сюда. Фулл кавер. Слушай, а может вообще с фланга обходить начать? Да, только у тебя укрытие не будет нормального. Не, давай лучше вот так вот. И вот так вот. Так у всех вроде будет вижен. По крайней мере по фингмену будет вижен. С богом. Осторожно, девочки и мальчики. Похоже, скоро у вас будут гости. Да, да, да. Это раз. Это два. Все треу-трое стреляют. Сокол, Мейер. Все, добивает Хэвик. И такой контроль. Есть общий вид. Снайпер поставлен очень хорошо. Пробуем сейчас. Там полуукрытие у товарища. Поэтому я думаю, мы сейчас его будем просто прострелить в 95. И угол еще острый. Готов. Так, остался один Thing Man, который не очень. Подводим уже випа. Сейчас випа потерять будет классно. Ну там попадает как-нибудь Thing Man. Я мискликаю. Но Ироч попадает, начинается паника. Этот бежит. В общем, может быть, может быть. Так, снайпер видит. Нет, лучше его подвести вот так вот. Сейчас еще один ход. Прямо чтобы вот-вот верничок был. Прямо чтобы верничок. Давно уже трансляцию начал? Не, не очень давно. Ждал целый день, ушел на работу и стримить начал. Прости, пожалуйста. Сегодня у моей второй половины, день рождения. Гости были. Празднование. Торты. Женя уже столько тортов, наверное, съела. Ела торты? Или торты? Торты, наверное, да? Торты, конечно же. Торты, порты. Аэропорты. Иду на позицию. Что еще говоришь? Буду на щеку. Угу. 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 Это уже перебор. Диску сектор. По данным разведки, где вам движется противник. Готовьтесь. Ну, ребят, подорвутся, конечно. Сокол Михайлов Майер. Не успел. Снайпер с лопок. Он стреляет последний. Окей. Ну, прошу. Прошли. Получим сейчас хэвика. Получим, соответственно, необходимые звания для того, чтобы... Ну, для того, чтобы в школе офицеров, как она достроится, действовать. Это же не важно. Тихо, музыка. Полегче. Увели. Ну, это, скорее всего, гуф-трайб все равно, из-за того, что я террор провалил. Устройство и человек, который его достал. 13 киллсов. Сейчас звание. Дмитрию Михайлову, как минимум, должны дать 2 звания. И Сокол еще получил. Лейтенанта. Парализатор или разгрузка? Парализатор. Точность 103. Дмитрий Михайлов. Хэвик. Палач прислевает по целикам меньше. Меткость увеличивается. Неплохо, неплохо. Ну, либо гренки. С такой меткостью, на самом деле... Да забей. Гренки, конечно. Двух ученых, двух инжей дали. Это клево, конечно. Видимо все. Да, текущая ситуация. Ахово им. В конце этого месяца выйдет минимум одна страна. Это значит, что спутники я должен запускать в следующем месяце. А я так и планировал. Март, апрель, май. Я же в мае должен запускать. Слушайте, а может я выживу? Пока выходит одна страна. Но еще будет одна миссия, скорее всего. И я... Если мне не повезет... Так, появился еще же боец. Смотрите, этот хэвик. 75 меткость, способность. Потом и способность рандомная, конечно. Беру рокет. Шанс крита забей. Защита, конечно же. Спринтер или шреддер? Спринтер так помогал. А дальше крепкое здоровье, чем тяжелее чушь. Надежная позиция, тоже чушь. Беда. Ладно, шреддер, наверное, беру. Или спринтер. Шреддер. Надежная позиция, к меткости. Ну, чем тяжелее, тем больше очков здоровья. Он мне вообще не поможет. Так, что касается исследований. В лабе 10 ученых. Лучевое 26 дней. Энергостанция готова. Раги. Тоже готова. Холли возвращается в строй. Слушайте, ну, умрем мы или нет, узнаем в следующей части. Вроде пацаны клевые. Призвание. Сейчас достроится школа офицеров. 6 дней. Тут же деньги потратим. У нас 5 бойцов. Бонусная экспа. Там что-то с волей еще. Короче. Ну, скорее всего, это гуф все равно. Это гуф, потому что террор провален. Поздравляем тем временем Евгению с праздником, потому что только благодаря ей я заканчиваю трансляцию до гуфа и идем отдыхать. Спокойной ночи. Пока. Тебя могут возненавидеть люди. Не, не будут, не будут. Все тебя любят. Тебя могут возненавидеть люди. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok